удобно когда без задержки неудобно знаешь как типа задержка вот и потом опять задержку выставлять там пауза пока он стрим как бы ну как бы кончается потом две минуты стрима нет а так получается что тоже нет хотя так тоже получается что не будет его эту задержку такая же такая же тема получается да чё ты опять на окно не можешь запрыгнуть хочешь чтобы тебя погладили так кстати ребят лишь забыл я так бьян дар и стоит надо здесь все переименовать я ребят с вами только тогда плыву этот замене за третье место покомментирую на финал пойду там туда играть в это номер с россии российский кто-нибудь из чатика серьезно да бывает у меня тоже как-то бывало там такое что у нас starline да будет starline на тим ликвиде там если что есть нужно добавится дима ты через какой больше этот интерфейс зрителя смотреть вот цельс или обычный а вот я не знаю даже ладно через обычный тогда с оверлеем я тоже у меня из-за оверлея получается все хезает поэтому нужно через обычный смотри нам разница ну как в боевой лимит там а то есть так-то там можно с альт-нс альт-контрол-нс вверху чтоб не клеймы были хорошие так ну щас пацаны подчеркают начнется все давай вот ставите ставите минат или арктур не ну арктур удивил что до полуфинала вообще дошел как бы он неплохо очень играл с типроцами по крайней мере с кого не хватило маленько фигли коу блин даркам делает вообще как бы ну непонятно че делать имба доску размен бас конечно сложно играть кстати блин дарков такая ведом в будущем то как бы чуть придумывают с ним чего делать на самом деле тема интересная к его там к тирану и ну и заходить харасить и уходить допустим и прикинь как бы ну раньше допустим тиран какой-нибудь выход делает и его там знаешь что 200 точки подарку на скан отдаешь типа да как бы чтобы замедлить его ну и чтоб он не смог и не отдайте а сейчас можно как пришел его пильнул и скановый блин кивишься например вообще так кстати да это провод против скала это вообще крутая тема и моряки-танки такая тема делать там выхода с циклончиками с парочкой штук там с либератором да да посмотрим может будущем да чё я придумал а у нас так давай сервисе дам лидера это да да давай короче щас это да чё а мэджика позову арктура где мината да крит мы же и вас победили тоже чё то всех мы победили так а низкий да и брейк чаще создаю надеюсь сегодня никакой хрени не будет такой на кип-бэть кирограмм на власть цента 101 на кого 640 ну вот думаете чё как бы можно пилить на пол не верят да как бы ну проверочную чисто почему нет как бы ну просто не верят то что ко может ну две карты выиграть может три но четыре вот не верят что вы эту карту было бы 7 не знаю я думаю что может на самом деле то есть не настолько прям безнадежно все так секунду я тоже на минутку отойду просто не буквально а 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 и а а а Что-что? Тоже за Минато В смысле болеть? Да Не, ну я просто за красивую игру буду болеть Всё, ребят, я вернулся Тут Минато хотел с жёлтым, но я попросил, что лучше, наверное, стандартные цвета Красный, синий Ну, вроде да, вроде как лучше У ГГГ какие-то проблемы, а чё-то не получилось Поехали Подожди, а Мэджик не то? Слушайте, Мэджик написал, что у него проблемы, плеер тупо не включается Так, ща погоди Так, дарит Ну, блин, а я судью не поставил Давайте, короче, выходим тогда все Да Я судью-то не проставил, да, всем пока Мы им написать-то не сможем, что ли? Да, вот в этом и прикол Да, они поймут все, наверное Если все выйдем, то поймут Давайте, да, выходим Не, можно же написать нормально Напиши ты тогда, я просто Я уже написал, хотя вроде зрители, а может не зрители Ладно Так, короче, нормально, все вышли Так Так, короче Создаю Лоу А, у меня типа не запускается вообще стрим? Да, ну, короче, стоп-старт лучше не делается сейчас, получается Может быть, что-то да Да Тогда мы вовремя сделали, да? Ммм Иногда хочется Ну что, ребят Так, что делать будем? Что делать? Там админы на что-то пишут вообще? Да, админы, КВМ, ну, меншик тоже Я с меншиком судьи, подождем, что как бы пока Немножечко Я думаю, ни у кого пока не горит Прямо сразу стартовать Прямо в минуту в минуту Так, а с лайфокса забыли Группу добавить буду Ты, кстати, поменяй местами себя, Минато Ну да, надо поменять Ну да, надо поменять Так, что лайфокс тушил? Да, я проблема дима ты на этой карте много игр вообще отыграл твз не очень мало игры буквально 5 наверное может меньше battlecruiser и были на этой карте мне про battlecruiser все только за всю игру только раз были за все игры нормально ну я раз но там человек был не очень сильный но я отбился да но все равно тяжело было на самом деле он там на эхо на трех базах очень долго сидел у меня там 4 5 и по итогу я разменивался разменивался он блин ну телепортировался телепортировался но не смог четвертую базу занять терм и я по итогу выиграл хорош а как артур как мину минота последнее время я смотрел выиграл какие-то там люру делал то есть вообще на самом деле стиль такой необычный совершенно то есть единственный игрок который люру использовал в твз ну все поехали пацаны давай давай да не на то вам такой он любитель всякого такого как протасы любят знаешь еще своло необычный стиль всегда нам на мало рабочих там 50 стиле у зерга 55 там всякие милишные 33 там немножечко ультралов как бы много боевого лимита типа любил раньше сделать да и сейчас тоже ну ладно сейчас у него тоже есть он то я смотрел его игры там против солов самом начале патча или чудо патча даже не помню он там тоже сварм хосты люркера гидра лиски бруд лорды там короче все такое микс миксы нестандартные вообще любитель такого но посмотрим эта карта как раз таки для макро хороша в этом плане чем бог для механики так и для билл на самом деле ну да мир мир же здесь еще вход все любили играть даже тиранчики но эта карта еще очень тут обузить можно я разочек проиграл против рейндж либераторов с двух баз я но я был не готов вообще надо здесь здесь космос за большой получается будет можно плотно и при этом обороняться легко то есть одна рампа да крутая карта и карта надо пообузить будет а вот и поэтому я смотрел вот тоже стрим су он на этой карте вообще в макро ни разу я не видел что против тирана выиграл он строго прокси хату лепит и санки и линги и королевы и пошел холы это думаю чё она поставит тут улыни знаешь потом я раз сыграл ко мне пролетели либераторы с дальностью сразу же на всех базах разложились нет ты понял ясно что же буду улыть так у меня было игра приостановлена что я не обратил внимание архтур делал быстрый газ я на зерга смотрел тоже не видел я чего тоже да вообще да похоже до 70 уже газа да да нет как раз к готовности репера уже на фактуру будет по идее как бы до быстрый газ газ до барака чуть-чуть раньше просто странно что во второй соплей с роста игра возобновлено на вообще еще почему марика заказывает это очень так нестандартный момент но из-за марика потому не хватило сразу же на фактор куда у него газа просто получается вроде нестандартный газ но при этом чуть раньше но и в то же самое время блин я не знаю как-то странно получать то есть это получается все-таки стандартный видимо газ потому что у них раз от марик выходит и после этого реактор то есть был бы быстрый газ то у него оба заместо марика сразу реактор пошел здесь немного попозже технологии пораньше репер но видимо он просто но не заказывал газ именно до барака заказал не после барака а чуть там раньше за несколько секунд просто барака как бы может быть того короче я тоже кстати внимания не обратил но ребер тем временем одного рабочего подрезал рабочего теперь уже навряд что подрежет линги здесь королевы да но есть все что важно мне кажется есть на террин обратил внимание или нет что зерк не собирает газ то есть там не будет никаким никакого вообще алойн да да чем менятч играет в 4 быстрых королевы крипа хочет побольше но тут на этой карте да важно соединить кэш побыстрее на третью вниз спустите мейн со второй соединить что королевы могли дефицит а то вдруг конь дропчик арктура сверх быстрая ну как сверх быстрая быстрая очень третья цеха не сверх конечно быстрая и самое главное зерк об этом не знаю приятно рипера потерял но он разведал что точно никаких улынов нету мотом как гелики фанели кибанша такой темы в мех удобно по идее как бы выходить получается не обязательно да удобно но не а можно также в био выйти на можно она уже лаба бы наверно на бараке строилась бы тогда получается ближайшее время сейчас поставить больше если было бы будет туда до пехоты по ходу все-таки здесь чистого меха здесь его выход такой идет да сейчас два до два барака под них реакторы пошли получается когда-то должны по билду инженерки быть получается сейчас сейчас уже должны строиться и минералы честно копятся так ты билд на соли очень хорош то есть по билду сейчас мне кажется выигрывает именно артур экономика вообще шикарно сейчас скоро в ближайшее время хотя у меня то тоже неплохо но там больше сейчас инвиза могут зажечь меня то тайминговой спорочки ставит позиция интересную спорок не по центру заманированы на 2 в кармане вообще странно как-то она стоит ничего не прикрывается через центр банджа залетит лоу такая надо сейчас нашмаляет там еще придется перекапывать спорку это больше даже наверно спорку мне кажется не от большого старого может быть либераторов ну то есть и кэш от большого такая сейфовая получается вообще от всего артур прям на спорку залетел но потом быстро понял перелетел другом направленной дронов 5-6 подрезать может он сейчас на третью заезжает жирного дрончик а вот нормально нормально для терна можно еще жестче конечно было бы 11 пошло ну кстати вот у меня на то интересно что а вот два эволюция когда они будут уже заказаны банша нарезают хорошо не дает собирать еще минералы тоже немаловажно и вторая часть королевы еще может подрезать а до двумя боков по и 2 выжили блин маншот вообще на одном на двух топ и точнее выжила тур боится улетает здесь дома скрали просто идет куда прям можно было пораньше сюда королев артур чё-то затупил мог в противоположную сторону от спорки рвануть и честно для фона не успел зато в арктура уже пять бараков полноценно работать ну да он мог даже кстати учитывая что он напрягал зерга может быть контроля не хватил может просто побаивался то есть он третью то пораньше мог немножечко перелететь как мне кажется то есть прям тут прям во время хара со бандшами вот этими нормально сейчас дал последний зал вообще хорошо ну грейды раньше армариф тайминг абсолютно четкие то есть 22 можно заказывать если не застыкать вообще и сейчас плюс 3 барака 8 бараков и вот такой стандартный оперативный продакшн с трех бастера на 8 бараков там факта starport на технику плюс один не забывает артур молодец и жесткий через номинал то делать заказывает 3 инфестора без апгрейда скорость руча мне делать делать быстрый хайв при этом все неожиданная позиция что они тут заблудились а пытается вы шатать но и не судиво шатал королев и мариков как раз под один медивак осталось помимо новой на бедологи на 3 бараком 2 2 пока что артур втыкает законтролился хотя и 200 200 до есть хотя по атаку надо да потом армор сейчас не надо сможет нагнать иначе да вот пошла так и сейчас на армор будет очень скоро в артура газ пока не заказывает вот и пошел я ну так же замуж достаточно четко все артур делает да да пока что пытается надевать его не погоня погоня да ну фангл есть 1 2 3 мимо всем как мультик чистый дерево джерта пыжи пыжился там кидал фанглы карботовский по либератору не жесткий выход идет очень жесткий как раз будет и плюс один танками щиты и до ультралов очень долго а прикол минато стиля в том что он без бэйна не фаерболы мимо и да 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 я имею только один фаербол попал говорил надо да да в жесткий пуш такой арк первая на поля у ванша еще тут инфесторов отрезает последним замком еще так только растянулся сейчас вот сейчас вот на танке минат полезно опасно лезет здесь жестко здесь минат я не знаю как он будет отбиваться вообще все очень мощная армия тирана танков много тридцать и прироста гигантский идет прямо сказать и 22 арктура раньше но тут уже даже без 22 очень опасно 11 на на 11 но при этом танки позиция неплохая самое главное количество количество тут сейчас очень важно лимит тает у зерга очень быстро до . сбора хорошая обмчик серьезный 32 тирана а помимо этого 4 это ташка достроилась уже хорош хорош вообще как-то летать чуть ли он без шансов что ли очень уверенно на мината 3 ультрала как бы сюда панциря доживет кими чудом может что-то и получится и сделать лимит в принципе 180 ну да если сейчас фангл залетит хороший на крепе может как-то и получится зашел замес но фангл так себе мехозик а внутри марика тарктура как-то он видно что вроде четко делает но танки по ну хочет заранее и в итоге они каждый раз до боя блин не достают вот сейчас микос мог жесткий быть но ультрал еще без армора уникального это печаль 140 на 210 по-моему очень много тирана просто минут и очень много разбирают все даже ультрала с щетинами очень уверенная победа арктура ну да то есть как бы заполучил преимущество небольшое большой минат никак не напрягал билд крутой то есть получается по экономике и по всем параметрам довел до победы то есть не дико жестко нигде не ошибался карты daybreak вторая карта у нас так где у нас не вижу а вот вижу создаем сейчас лайфхок сказал так спрашиваем готовность поехали вторая игра тут конечно этой карте уже артура не получится сыграть быстро три командных центра но при этом здесь он большая тоже может очень хорошо зарешать а почему не получится быстрых три командных центра сыграть ну я душу здесь тяжелее защищать первых натурал и третий командный центр дальше находится ну так как играет минато пассивно можно не не на смотри здесь оверлордом ближе лететь оперу то есть с этого то есть разведка тоже прошла же веришь он повесил слишком далеко хотя здесь тоже конечно еще минато может быть близко повесить оверлорда ну то есть день на возвышенность если полетит дальше то он увидит такую халяву ну то есть если артур будет опять играть через риперов гиреонов мариков не будет то соответственно качами на то сделал он со своим билдом ничего сделать то не может даже если увидеть не кажется не только не почему можно попытаться хотя бы саморо учит ну хотя бы самому больше просто халяве например то же самое не был халяву в самом деле очень плотно да ну возможно возможно ну как можно было еще больше да ну там лингов было много то что он же отчасти он слепую же играл ну да так я к этому же посмотрим посмотрим я к тому что можно я думаю против такого стиля как играет минато точно также играть ему и не париться терну это конечно с условием если минато будет точно также играть и номинато может наверно как-то и по-другому все-таки сыграть хотя вот все завты от которой это увидел я что точно могу сказать белингов вообще ни разу не делал от него мышку этому мутку он может сыграть там не туску ничего не агрессивное такое но всегда так именно то получится более пассивный игрок то есть который уходит в макро в основном чизы редко когда делает но сейчас я верну роучера вот жерами лингами пуш такой может сделать стандартный лаун как раз хороший в принципе против 30 сада теории да и шарктур тебя слушает браток не хочет меня слушать макро не хочет но блин поэтому минато летит оверлордом не видит что что нам и не все утеряно да но предполагает может быть хотя не знаю овера боится отдачу сильно она не но если против стандартного рипера тут же не отдаешь воде то есть если нету в тумари капусты рикера вот это время да там же увидишь ряд ну ладно это дальше минусы 5 дрончик хорошо контролит рипера аркту жестко хорош хорош начало отыгрывать очень хорошо и будет читать медиваки марики стимпак наш нас маленького два медивака google стандартная тема до последнее время на кто первый придумал видимо бы я на ее как бы популяризировал очень сильно сто процентов своим контролем исполнением потому что бывают некоторых до либо первый либо второй волной там накрывает зерков прямо но не всегда конечно к стим пошел ждем старпорта рипер еще разведал что опять же да не добывает газ прошелся по моему на контроле сил ногу нас аркту третью хату не палит по идее третью пораньше могу попалить и раз видел что газа как бы нет не сбывается как прошлое время на то же дело но затем он не хочет просто рипером все ноги можно убежать всегда успеть не всегда я бы даже сказал вряд ли тут убежишь здесь тяжело да здесь тяжело на самом деле но просто он мне кажется даже первую очередь он смотрит чтобы не было масс лингов то есть если линги побегут на халяву чтобы хотя бы такой сначала 6 лингов убежал потом уже все остальные то есть время выиграть а так получается мината даже не выбегает на зелнагу то соответственно артур сто процентов уверен что вы не улынет и поэтому безопасно агрессии вообще нету сейчас он так чуть неудачно получила хотя хотя тут одна собака все еще вернет все развалит разу 3 развали так уверенно причем да хорош летел ох линги там сверху хотя здесь тоже все один лет по одному лингу так себе история да да неравные силы а между прочим вот этот уж если 16 мариков еще с рипером он выживает он на самом деле реально лучше работать там можно жесткую гранаточку кинуть лингов раскидать там роучей иногда прикольно или полагает ну да так на там минка и 14 даже нашли в 12 это неплохо на самом деле по убивать оверлордов тоже 100 ресурсов не так уж это как 4 собаки ну да гарантирован вещер потому что в рыбом то может ничего и не сделаешь ой и и вот это было 19 19 собак минус просто милкой где-то жесть очень скан минус крем в центре весь причем все новенькие крипту моря подрезают вообще один еще имена творче всего крипа лишается но можно было просканчивых ну артур перестимпачился но скан кончился третий cc и быстрый 11 апгрейд это прям бьяновский набил бордерс быстро но это стандартно его все как бы так играют но на самом деле вот сейчас то есть здесь пошатал главное дальше то есть его суть чем продолжание шатание дома успевать все делать к его если если грамотно шатать а здесь вариме девак на моем как сменкой да и 6 моряков это больно может быть опять же лингом следите одновременно врыв опять на третью базу варку кстати успевает исполнять хорош хороша роли вы конечно переигрывает дергов засадил там дропчик все и мин пищи так смена отыграны 3 com спасает до дрончика своего дроп отдавать не стоило конечно да контроль первым транс из админата надо принимая дроб на халяву если много так отдаваться то тогда просто в какой-то момент зерк еще может контур атаковать отреться . вообще без обороны например данный момент прирост весь дома стоит барак еще не добавлено пока уточняй один пока добавлен при работе до контратака могла бы зайти хорошо на третью базу правда в общем нигде не подготовлен интересный прикол у меня сейчас 2 2 милис на и рейдж гидре то есть он и то ли что он гидрум а миксовая сюда собирается 1 тысяч 4 гидра леска заказано оператор на треть еще раз падают рейдж ленджон но кто атаковать то будет это точнее кто дэмэдж как они наносить будут гидрали скейт либератор нормально без пони может этот строго против меди ваков знаешь вон плане линга были гидрали ски просто нулем атаке ну посмотрим что из этого выйдет силу полинги будут дэмэдж делаем гидрали скейт отпугивать воздух воздух хорошо шатает аркту старается старается на два фронта стабильно залетает хорошо на моих залетел как раз гидра идет отгонять вместе с лингами ядра с рейджом уже вот она на медиа ваки напрягает кэшната ему делать ам 3 3 область страдает хорошо за контроль ларк тут и пытается отменить четвертую базу не получается за контроль нет да успел за контроль и рода загрузил мариков основное количество мадин вроде погиб стеночку пытается выстроить на 3 но какая-то она пока его дырявая да походу прораб пьяный был у вас медивак минус медивак да и гидрали скб скорости гидрали скам нету а люркер данный дымит гидрали скей причем ну то есть гидрали скейшток не совсем бесполезными не были раньше он как бы им любят когда на этот момент как уху сливается здесь артур минка по себе сжафнула в ответку за ту минку которая 19 лингов убила да Миналту тоже 200 лимита, а он еще 2 оверлорда заказывает. На будущее. Запас, запас, да. Пытается дропнуться Арктур на бейн. Ого, мы что-то массовые дропы. Прямо через бейнов. Да, да, да. Ну и тут спорка, три королевы. Ой, ой. А как он, ну, а что он не захотел? Да, там спорка, да. Ну хотя там три трассы. Ох, были гибринги. Что-то жесть. Что-то как-то, 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 Арктур по всем, вообще, по всем направлениям поотдавался. Дропы поотдавал, выход отдал. И в итоге 180 на 120. Ох, Минка. Плохо залп. Так, ну тут что-то гидра. Просто марики унижают гидру вообще с 2-2. Гидра с нулем атаки. Вот то, о чем я говорил. Она просто не может мариков 2-2 нормально убивать. Ну ничего, зато люркера с двадцаточкой дэмэджа. Да, они могут нормально, даже без грейдов. Да. Минадыч делает атаку ранжовую. Ну, не знаю, таким стилем... Ну, хотя там 3 базы долго было у Зерга, но 3 валюшу на мост, как-то пытаться там 3-3 двоечки сделать. Ну, хотя с 3-х тяжело, пока 4-ю не занял, Минада. Из этого исходил, может быть. У нас зато раскачал полностью 4 базы, 81 рабочий у Зерга. Сейчас Минада будет не на 4-ю базу. Не обязательно. Ну да, он вернуться успевает сейчас. Хотя тут хата дэмэдж очень, но Артур понимает, что просто не успевает его забрать. Иначе Беллинг и Мариков бы сбрели. Не, ну хоть как бы не погиб он на 120-180 в этой ситуации как бы. Есть шансы у Артура еще потащить. Шансы есть. Либератором рейндж делается. Это очень важный апгрейд в этой ситуации. Принимает бой Артур. Я не знаю, правильное ли это решение. Шпеллинги из Гидры там вытянем уже. Люркер еще на 3-ю. Какая-то Артура закопали. Да, Люркер на 3-ю. Бункер тут есть. Пошел скан. Здесь минат отгоняет. Там Либератор, по-моему, слился на мой и летел сейчас. Ох, Гидрат. Да, ну тут такой, конечно, проход. Это, я не знаю, компания какая-то. Так, если Артур взял сейчас свой прирост с собой, он бы разобрал бы скорее. Хотя, ему вообще вниз не нужно было особо слезать сейчас к его. А Люркер-то живет. Да, живет. И у него атака появилась одна уже как бы. Рейндж Либератором не успевает пока еще доделаться. А вот секунда до рейнджа. Либератор залетает. Слышка вообще жесть. Ццфа Либератор фокус монументальный. И Люркер живой. 1-1 похоже. Да, именно так. Хорошая игра от Мината. Так, карту третью я смотрю. Ну, в целом и Артур, то что сам начал, ну то есть оба игрока на самом деле очень хорошо играют. Да. Красиво. Начало хорошо Арктур. Сироп. 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 Да, только четверо. Да, там можно, но что-то не показывает все равно. Ничего по ходу дела. Так, Артур готов. Минатыч пока ничего не пишет. Привет Ник, все хорошо? Всем привет. Я тут недавно подошел. Ребята, да, всем привет. Привет, привет. 1-1 счет. Да. Не будет в одну калитку, тут ничего у нас. У нас бсов 5, до трех побед. Матч за третье место. Ребята, Starline, Лига, сезон второй. А за третье есть, кстати, призы? Или за второе? Там за все места топ-16 как бы есть призы у нас в этом сегодня пацаны так решили сделать там по процентам. Супер. Есть в форуме. То есть даже за там 9-16 или какое-то там что-то там. Ну все равно прикольно. Ну да, да. Я считаю это правильно. Просто я к тому, что нужно было на Ликипедии еще тоже это указать. А там что-то пока не отредактировали, видимо. Просто там на ГГ еще, ну там, с нового сайта пока модуль турнира и до конца не допилили. Ага. Вау. Короче, тоже, ну там вообще только за первое указано. То есть там Изот писал в комментариях. Да. Смотрите, у нас третья игра. Третий раз по-разному играют игроки. В этот раз Минато открывается через пул первый. Боится, что ли, я не знаю, прокси Бараков. Ну да, против риперов, наверное, так вот как Дарк любит открываться тоже. Да. Дарк вообще очень-очень много игр так отыгрывает. Да, он большинство своих игр вообще во всех матчапах практически играет через вот 17-17. Правда, он там чуть по-другому. Он сначала 17 газ, потом 17 пул строит. А тут вроде бы Минато сначала пул влепил. До газа. Хотя я момент могло ошибаться. Этот момент я упустил. Ну да, похоже на то. Артур играет через стандартный барак. А рипером полетит, играет без разведки. Так что здесь вот эти два линга могут немного помешать ему экспон поставить. Да-да-да. Снова второй барак будет, скорее всего, да? Да, дроп. 16 мариков. Тут еще, конечно, есть вариант в третью цц, но ее очень редко играют. Это не очень удобно, наверное, карта. О, кстати, линги, линги, рипер. Разминулись. Да, линги пробежали. А! Ну там мельком заметил, но Арктур не среагировал, на самом деле. Там очень тяжело было среагировать. Ну да. Ну лучше реагировать. Прилетает сюда. А дрончик здесь. Оп, зави с ним успел. Ха! Хорошая. А там КСМ-ку убил. КСМ-ку, да, убил. Но это всегда блок, когда два линга прибегают. КСМ-ку, да. Приходится рипер ОБ летать из цеха, ну, почти, может, на минуту. Даже позже будет. Да. Хорошая. Тебе еще пытаются убежать сейчас. Да. Ну, это будет вообще. Надо по одному убегать было. Один бы убежал, скорее всего. Один бы убежал. Один влево, один вправо. Сейфовенько играет Минато со скоростью в оверлордом. Да. Здесь стандартные ямарики, то есть тут... На самом деле, смотря на Бьяна, вот, видно, что даже если зерк видит, то есть там все зависит от того, как тиран потом это все дело законтролит крыло. Угу. Ну, опять же, нагромождение зданий у тирана вот на рампе пошло. Всегда про это говорю, что, ну, вряд так строить, как бы, потом самому неудобно двигаться будет по базе своей. Ну, в принципе, Старпорт улететь может от факты, как бы, только барак с фактой стенку из, ну, из себя представляют. Ну, КСМ кому-то уже приходится на вторую базу переходить, как бы, вокруг. Арктур готовится к большому бэринг-басту, там. То есть, ниже еще собирается два здания поставить и все, мейн. А, типа, наискосок, да, Стин? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, есть мы-то просто не думаем на три хода вперед. Во-первых, уже линбаста, во-вторых, уже против ультравов в разминках будет играть. Ха-ха-ха-ха-ха. Либераторов сзади разложат и вообще изи будет. Да. Рипер молодец, проскаутил весь мейн, еще и убежал, еще хочет еще похаразить на второй базе, что ли? Ну, это так, у нас отдачика какая-то. Можно и рипера было и не отдавать, конечно. Конечно. Зачем? Так, на факте реактора. Интересно, вот третий барак или бывает билды, ведь продолжение вот этой агрессии, выход фэлбатов, да, там и плюс мареки еще с четырьмя медиваками, там очень-очень жесткий такой тайминговый пуш. Да, посмотрите, армори строятся, именно, походу, что-то такое. Ну, правда, кривовато, то есть, еще даже не заказанная гелиона, армори уже пол готова, то есть, ну, плюс как-то обратили внимание, Артура в дропах там 13-12 мареков, то есть, как бы, я заметил. Да, не полноценный. Да, 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 то есть, у Бьянщика и крутых тиранов, я даже замечаю, они сейчас даже больше 16 успевают иногда подстроить к дробу, как бы, чем, то есть, даже там один не влезает, бывает, там, или два. Вот, обычно 16, как бы, реже, если все нормально, как бы, без шатания, то должно именно 16 точно быть. Да, где-то, ну, то есть, это идеальный вообще тайминг получается. Ну, да. Ну, да, может, как раз первых два линга и задержали, которые цс-шку отменили. Может быть, может быть, да. Да, успели немножечко тайминг. Уплетая от Артура. Четыре гелика сейчас будут, щиты, да, вот плюс один тоже как-то инженерка, то есть, и плюс один можно успевать к этому всему доделывать к моменту. Ну, как получилось, так и получилось. Треть цс-шка от Арктура. Ну, кстати, интересно сейчас, да, на третью тут крипа нету, Мината не видит ничего, как бы, получается. Камни еще не пробиты, Арктур скрытно выдвинется сейчас вперед и затрансформируют. Там прям хелбатов и щиты будут. И все юниту, то есть, легкие получаются у Мината. Ну, да. Ядра нормально наваливает, на самом деле, хелбатом. Нормально, но... Бэйнов да нет. А если хелбаты подойдут впритык, тоже, да, могут навалить. Это правда. Но проблема в том, что хелбаты лингов снимут моментально, да, как бы, и... Оооо, тут, короче, как-то все плохо у Мината, ребята. Ядра падает, линги падают. Третья хадома. Жак. Позиция какая хорошая у Арктура, как он красиво это все сделал. Ну, да, он зашел и ядру отрезал сразу, как бы, внутрь туда. В чем, сначала оказалось, что марики, ну, спереди, типа, бегут не очень. А получилось, как бы, что марики к гидре законнектились, а хелбаты лингов вышли. Да, но вот этот бой не нужно было принимать сейчас Арктура. Да, с королевами как-то подрал страны Мината. Нужно было отлететь, подхилиться, подождаться прироста и тогда уже пушить до конца. Ну, да. Еще в какой-то момент мне показалось, что Арктура ломанулся там за гидрой. Так вот, очень горячо, вместо того, чтобы хату-то добить, у него 600 кп было. Вот. И у Мината люра, и у Мината 1-1, то есть, как бы, Мината лучше грейды. Ну, ну, люра кера, они такие, они танковые, они жирные. Тяжело будет убивать мариками люру, на самом деле, в лоб-в лоб. Нужно будет только шатать там, где нету люры. Ну да, но мариками это уж точно. Особенно, если бы сейчас еще стоп нажал бы Мината. А, запалил, да. Было бы прикольно, конечно-то, да. То есть, это было бы ГГ, фактически, если бы Био зашло на люру. А, вот тут валитиком. Райт-кликом по центру, там за удар просто падает процентов 70 армии. Ну, это мечты. Пока что мои. Так, ну что, Мината давит на Ксилнаги. Ну, кстати, тут стационарной обороны нет, танков нет, ни минок, ничего нету. Люра просто заходит на третью базу, и это минус третья база получается. Да, походу, минус Арктур, он там еще... Мината отбился от двух либераторов, убил два либератора. Свет, марики, люркера, шесть люркер, вообще плаус. Ну да, как-то с одной стороны только Варвардска, с другой тоже марики стояли. Но даже, я думаю, вот эти марики не спасли бы все-таки. Да. Люра в Лотве это даже не люра из первого Старкрафта, это где ведь ренжа это... А в 200 хп? В 200 хп давай еще много. Два армора еще. Угу. Еще мощный. Еще один-один, это что самое главное, люра, а у против Тирана одна атака. Там как раз под стимпаком, если они не успевают, то там... Двух выстрелов, два люркера. Залпом убивают мариков практически. Как-то интересно. Первую игру Артур поувереннее, чем другие провел. Тут как-то Минато контрит его, может билд стоит изменить? Можно. Так, две факты. Вот раньше надо было, да, как бы, успеть понять это. И вот если это двух факторах, то тут... К био просто танки получаются, нужны здесь. Штучек шесть в замесе, и уже очень тяжело Минато будет драться. Воу, ты слышишь меня спектричит? Да. Она жесткая. Но она очень быстро падала, так сказать. Тут уже, в принципе, агония. Да-да-да. Дега пишет Арктоп. Минато, 2-1. Жестко. Но нужно было, после первого врыва, не нужно было драться с королевами. Он там надавал очень много. Нужно было отступить, отхилиться, дождаться, возможно, даже плюс один атаки. И одновременно с либераторами, которые бы вылетели, уже сделать вторую волну на два, а то и на три фронта. То есть два либератора можно было засплитить на первую, вторую базу и в лоб уже такой серьезный пуш сделать. Как вариант. Да. Там, конечно, уже, возможно, люркера были бы. Но ничего, там все равно можно было бы что-то придумать, побегать. Ну, вот так-то. Хорош. Минато своим. Еще знаете, что как бы тяжело Арктуру, я думаю, вот под стиль подстроиться, никто же из зергов так не играет вообще. Да, да, да. И он не знает, вот там закопаны эти люркера, и он не знает, он может их убить или нет. Потому что опыта банально нету против люркеров. Он не знает, сколько нужно мариков, чтобы убить там этих шесть люркеров. То есть он светит, принимает бой, а по итогу это неправильное решение вообще. Да, да, ну вот это как раз уникальность вот это и решает Минато. Потому что на ледере такого вот встретишь, понимаешь, что это Минато, блин, эти люркеры, с ними такие проблемы вообще возникают. Правильно. Да. Хорош, хорош. Ну тут надо безошибочно чисто играть, получается, как-то с ними, то есть один раз ошибся, если... Просто сейчас тираны-то как бьяны, если играют, они давят очень жестко с люрой, ну тяжело как бы выйти в нее в количество такое хорошее. Ну там правильно, Дима, говорят, что не надо принимать сражения в лоб, а постоянно разводить как-то, то есть... Потому что моя армия ЗРГ совсем не мобильная и как-то этим пользоваться, потому что если в лоб начинаешь драться, то это все печаль. Это тяжело очень. И при этом же пуш, то все равно, то есть прошел, то что там, конечно, небольшая ответка была, но в целом я считал, что преимущество есть у Арктура, а получилось в конце, что совсем нет. Да, ну там люркера ему все поломали. Жестко. Ну не забывай, с этим пушем нужно намного больше дэмэджа, мне кажется, все-таки делать, потому что у терна не апгрейдов, ну поздние апгрейды, там поздняя третья база, а у Зерга третья-то работала. Ну да, да. Апгрейды были, там люркера были, технологии были. Там еще такой момент был интересный, что Минато ждал возможный дроп на мейн, то есть у него четыре королевы пошли ставить криптумары на мейне, и у него мейн и натурал был не соединен. То есть, когда он увидел, что к нему идет пуш, у него четыре королевы там медленно шли, то есть если бы они стояли бы там, то я думаю, было бы попроще. Да, потом они дошли, и терн принял бой как раз с королевами, и почти все потерял. А да, если бы королевы были изначально на этом месте позиционно, да, то совсем по-другому было бы. Тамару и Артур бы вообще ничего не сделало, скорее всего. Ну, тяжелее было, да, гораздо. Поехали, ребята. Поехали, поехали. Так, в первой игре танков строил, выиграл. Зачем он в Либератор играет против игры? Ну, кстати, логично тут как бы гидра. Чему действительно, зачем Либератор? Не, Либераторов он строил в первую очередь как развод, то есть они получаются как контроль. И в будущем они, либо Танки, либо Либераторы, нужны как контракт с Люркером, потому что маленькие. Ну, понятно. Еще по этому поводу хочу сказать, там ошибка была с Либераторами. Один Либератор на Мэйне разложил, а второй на Натурале. А если бы он просто два Либератора на Мэйн разложил, он бы всех королев убил бы этими Либераторами, и Минато бы не отбился. А так получилось, королевы отбились и на Мэйне, и на Натурале. Ну, кстати, прикольная фишка такая, да, то, что надо вместе их раскладывать. Ну, видимо, через шифт просто, может быть, хотел отвлекать, то есть, возможно, в таком духе. Ну, сам в скорости тоже как бы не хватает на все прям прочекать. Он там через шифт отослал, ну, типа разложил, разложил и все. Времени нету. Правильно принять решение. Нужно еще смотреть, сколько, где королев, есть ли спорки, нету ли спорок, значит. Много? Да, да, да. Нюансов. Нюансов, да. Это да. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, вообще, как бы, новенькие танки против Минато стиля, ну, я думаю, неплохо должны заходить, как вот Пуш, чтобы в первой игре, да даже и на обороне, в принципе. Ну, да. Получается, как-то голым био Арктуру не получается расшатать именно Минато. Опять первый пул. Да, с лифовенько играет Минато. Да, ребят, короче, напомню вам про наши каналы, вы знаете, что вы можете и хорошо поддерживать наши турниры все, потому что для наших игроков эта ссылочка в описании. Ну, на Гудгейме он есть в турнирах, то есть призовой в основном из зрительских, как бы, финансов составляется. Ну, а мы смотрим игры прикольные наших игроков, поэтому всем сразу спасибо за поддержку турнира, поддерживайте. Ну, и нас тоже, конечно. Вот. Да, кстати, еще добавлю, завтра 2 на 2 турнир еще будет, приходите и поучаствовать, и поболеть. А сколько будет? 7 часов вечера на Гудгейме. Ну, пацаны, не обещаю на 100%, но постараюсь постримить. Постримить 2 на 2, это весело. Артур решил играть через факторку. Да, Минатыч опять пул первый играет, что мне интересно. И линги пробегают, а репер получается. Ну, да, да. Миша, вот из-за этого многие терраны корейские оставляют репера дома. Ну, в этот раз Марик есть, смотрите, то есть Марик не даст так просто взять и сгрызть. Ну, Марик может и погибнуть еще. Ну, да, в зависимости куда как. Ну, может и раскатись, в принципе, да? Может. То есть рабочим, то есть может выиграть. Смотрим. Ну, Арктурчик, ну, я ма, кайте. Кайте, ты Артурчик. Это бед. В итоге Марик и КСМ просто погибают. Ну, почти там. Надо вычинивать ее, чини Арктур. Не чинит ничего. А, лол. Потерял. Ну, все-таки убил, да. А репер-то где там вообще я пропустил? Он назад возвращался. Он вернул, он там, да, возвращался, потом снова в атаку. Да, ну вот эта нервозность, называется, с репером не полетел. Ну, хоть не отдался репером. И здесь Мариком не раскатил, спустил. Залучается, надо было нажать все КСМ-ки, снять ее сразу. Ну, оттуда с ней пилить лингов. Либо Мариком тянуть время и уходить наверх в КСМ-ку и выезжать, как бы достраиваться. А Мариком, ну, КСМ-окнову поводить, прикрывать Марика, что ли? Так, здесь репер-трона в ответку подрезал зато. Ну да, хоть что-то. Это хорошо. Потихонечку. Ну да. Но нужно отметить, что там-то не просто КСМ-ка была, а еще и задержка ЦЦехи, блин. Угу. Еще один дрон идет. Но Мината видит. Видит репера, все в порядке. Надо уходить, получается. Четыре линга, надо спрыгнуть было. Что-то Артур странно. А, он к геликам уходит все правильно. Артур делает. Пристрелили одного линга, сожгли. Минат пытается со спины зайти. Ну, это так себе идея, мне кажется. С пятью лингами, да. Ладно, если бы еще четыре где-нибудь с этой стороны были бы. Ну да, Мината решил, что у него побольше линга, наверное. А тут может быть опасный момент. Но тут вот всегда риск есть. Как у Керана, так и у Зерга. На крип врываться. То есть, как бы, Зерк видел двух геликов, приехавших. И всегда есть вероятность, что он СЗ зажал по этому поводу. И у него там штук десять лингов вышло. Но Артура шесть геликов. Шесть геликов это уже нормально. Серьезно там. Либератор, кстати, летит. Зерк разведал весь мейн Терана. Но что, что? Вот Либератор размножился. Либератор неплохо размножился. Минат пока не реагирует вообще. Вот сейчас реагировал. Три дрона уже убито. Так, здесь криптуморов Арктур поподрезал. Я смотрю несколько штучек. Минат, надо Либератором улететь просто. Ой-ой-ой-ой. Ну, уехал Арктур. Не смог бы пожечь Минат немножко. Минат, судя по всему, хелбат пуша боится какого-то, что ли? Похоже на то. Да. Похоже на то. Ну, он, кстати, видел, что нет третьего командного центра. То есть, что не халявит Арктур, то есть, играет в пуш. Да, все видел. Поэтому правильно делает сейфовых бейлингов, почему бы нет. Либератор на мейн. О, ничего себе. Интересное место. Да. И тут очень уязвимые. И королев нет, ничего нету. Здесь гелики заезжают. Минат пытается их бейлинг-лингами зажимать. А в это время Либератор 4 минусует просто дрона. Еще... Блин, прикольно, когда дрону получается в газ ныкаться. Либератор – это везучий дрон. Ладно, от Минки у него задержка там, да, как бы такая выстрела есть. А вот когда Либератор стреляет, и дрон в газ прячется, и патрон пропадает. Это вообще халява дрону. Что, будет минус Либератор? Да, но Либератор свое дело сделал. 10 дронов лупил. Да, 7 дронов. Несмотря на то, что один даже в газ успел спрятаться, но потом погиб. Погиб со второго удара. На самом деле, газ, это я уже говорил, что он газ чудодейственный, Старкрафт еще и в первом, и в втором. Даже от ядерной бомбы можно туда залезть, и все. Ничего не будет дронов. И пробки, и… Посмотрите, что делает вообще Арктур. Ой. На базе. Арктур? Третьей ТЦшки как бы нет. Да, это пуш, это пуш. Причем ресурсы, как бы, можно просто заказать. Сейчас и ничего не изменилось бы, фактически. Хотя, хотя нет, он сейчас вложился в танк там. Танки, марики. Тут масса, масса, улы. Причем прикол, при этом улыни можно просто с мейна перелететь на третью. Ну да. Он заказал СТЦшку. Да, да, да. Но Арктур, кстати, играл таким образом уже не раз. Вопрос тут актуальный. Не стоило ли добавить армори и не отдавать геликов, например, чтобы еще холбатики в этом пуши были, например. Интересно. Еще возможно, да. Потому что, как получается, голый марик, когда по катушке доделают, у меня там будет больно Артуру, скорее всего. Так, БНЛ вперед, танки в СИЖ. Сканить нужно. Крипа много здесь. Да, тяжело будет Терну пробраться до позиции правильной. Ничего не станет. Время тянет. Нет, нету скана. Лоу. Танки окружены. Печаль полная. Беллинги. Беллинги пока живут. Что-то лингов вообще нет. Если Артур сможет отфокусить трех беллингов этих, то у него все нормально будет. Смотрите-ка, Артур за... Да, ему нужно просто агрессивно сейчас играть. Да, ему надо заходить, но нужно быть предельно внимательным, чтобы вот эти Бэйны не зашли, потому что там по катушке у Мината как бы и... Так, Бэйна в фокусе, Артур. А, все, линги упали, сами беллинги отсокусились. 1925, еще беллинги идут вперед, нужен сплит какой-то. О, последний беллинг! Да, тут что-то... Ну, у Артур еще есть потенциал, лимита боевого больше, как бы Бэйна. А, есть, есть. Тут нужно просто дальше давить, давить. Да, и нужно из медивака дропнуть 5 маленьких еще тоже. Вот. Ну, сейчас разложится станчиком Артур здесь, и, похоже, Мината уже не справлять. Мината 0-0 грейды, как бы, и... Так, и третий Минат теряет. Единственное, что дроны ушли большая часть, конечно. Но... Артур... Правильно вот, что идет сразу же вперед, да, получается. Угу. Здесь, да, по-другому нельзя. Ну да, тут считай, это all-in, ребята. И это 2-2. Это решающая пятая игра. Ну что же. Тогда финальные стадии турнира решающие. Люди обычно и ждут, на самом деле, да, вот таких матчей, а не чтобы кто-то 4-0 кого-то проблевал просто и без шансов. Конечно. Интрига, накал. Так, Habitation Station. А, это жилая станция. Все. Создаю. Игру. А вот это интересная карта. Тут могут быть и как жесткие чизы в прокси-бараке. Чуть ли не с мариками. Мне, кстати, каз запилил был разочек. 2-2 то ли сколько там прокси-барака и построил при этом 3 бункера на натурале. Закрыл полностью проход вниз со второй на третью базу. В таком плане жестко получилось. Я там проиграл. Есть такой вариант на этой карте. Ну, я не знаю, или Арктур какой я практиковал вообще. Скорее всего, что нет. Но все же. Посмотрим. Так, секфол вижу 150 рублей 5 через плеер. И что-то опять нет озвучки, ребята. У вас сегодня кто-нибудь через плеер что-нибудь присылал? Ну, когда был, да, было. Ну, еще днем с утра. Да, было, было. А у меня что-то ни хрена. Что-то сейчас много жалоб. Диверсия. Вижу в конфе много жалоб. Ну. А пюро вообще там не доховывает. Хотя он нагоняет там стремительно. Конкуренты не спят, в общем. Не хотят, чтобы он догонял никого. Да, заблочили его деньги просто. В банк позвонили, чтобы операция не спешили переводить после 12. Да-да, он говорит, до завтра, ребят, до завтра потерпите. Спасибо, короче всем пацаны. Поехали. Спасибо, короче всем пацаны, поехали. 2-2. 9. 2-2. 3. Используйся. 2-2. 1. 3. 2. 2. 3. 2. что ранний газ какой-то у зерга у артура просто быстрый газ так не но зерк прям очень очень ранний газ даже не 17 это был там не пятнадцатый четырнадцатый и шестнадцатый пул а сушь может здесь реводжер собирается до базы вот интересно я говорю такого раннего вообще газа и пула я давно не видел вообще предыдущем патчет на той карте на досане я помню этот матис там делал интересный такого просто 5 быстрых реводжеров сразу как бы два газа спула сразу ручь ворон их не первых же ручей в реводжеров и просто убил слова неплохого тирана почему там тупо пути медиваки танки и возили говну там медивак вообще не успевал просто там один танк выходил он пришел за фаерболил его там даже был бункер он как бы отошел подождал 5 реводжеров за фаерболил 5 фарболен бункеры ну пару ударов добил его как были судара там ну и пробрел но это так это на нежданчик реально бил так раз а у нас тут очень быстрая скорость и 6 лингов это решил что от меня нужно убить цешку наверно ну тут кстати может он наверно и вверх убить если так вот будет расслаблено на действовать артур хотя реактор будет сейчас но реактор ведь долго строится это как раз уязвимое реально место до получается как будто и очень заметил это косяк кстати вот это минато боком может выйти потому что мы еще не рипер только не надо отдавать рипера на лингов без му естественно думка была вообще отличная у минато на исполнении с солна гай прогадал прогадал артур тоже не идеально контролит рипера видно нервничает сейчас лингов не может быстро подвлечь сейчас еще мув через 4 секунды вот так вот ха туда еще и там не заказанный че артурчик что ж ты делаешь то все мув готов к смки выезжают но рипера ни в коем случае нельзя отдавать блин 1 линк рипера догрыз вот каким то образом непонятным так там гелик давайте еще впустим на мэн ой 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 как артур здесь фейлит это такие обидные ошибки ребята в решающей игре когда так ошибаешься ой марики на муви тут не стреляют ваще ну сейчас гелик спасет положение конечно спасает гелик положение безусловно я думаю цеху сможет отбить артур здесь скорее всего хотя по одному гелиону по одному гелиону выходит да по одному гелику и да отменяет артур понял что никак вот в таких ситуациях решают вот тирана понимание что ничего не выходит сразу побыстрее да сверху перезаказать ее получается а еще понимание того что ты увидел очень быстрых 6 лингов и дотекание лингов идет и идет нужно аккуратно очень играть ну как мумикрить нужно просто на просто вот все все было в руках арктура я считаю ну вообще как бы я думаю что какой-нибудь да очень жесткий тиран он рипером бы просто этими лингом бы не дал бы ничего не сделать он просто бы уходил бы вперед бы к своей базе они сзади в хвосте плюлся бы старался как бы уже контролил как бы от оборона получается мината рипера отодвинул двумя лингами и тут 4 линга делали что хотели плюс и там и гранатами не покидаешься то есть нужно пользоваться скоростью было идеально кайти как бы ну плюс артур втыкал с заказом юнитов там некоторых моментах и в итоге вот это все к этому привело там мог спуститься ему ты попробуете запилить если при первом лучше контроле у кого четыре плач арктуру оверлорда не убивает что туда пострелял аж потом от него лога и опять не давил на одном кафе арктура помнить что ты делаешь арктур нервничает арктуру но это нервы это финну это решающая игра по 5 ребята 37 19 пара бам но боевого арктура пока больше есть мината без болит нас то бы играл могло бы быть больно но вроде к были нас заказа но арктуру то у него 9 мариков он больше а еще три гелик он больше чуть не строит танчик вперед поехал не знаешь ты собирался выходить вот такие простое как у час марики не строились как вот было на два марика больше выходе кабану они не они вообще не то что нежелательно они приводят к поражению обычно до 48 66 все мината уже не мината меньше пока боевого лимит самое интересное если бы это были еще три колбата экономики не хватает на арморе на колбата 5 королев королевы очень сильны в такой обороне гелики танкуют это ошибка здесь и счет прироста не видно от аркула минерал минералов инком разница новый год так бэйнов минерал на всех случаях и делает понимаешь что может быть до улына торг тура получается но артур стоит у твых из 3 это волын звук басна потому что здесь уже да тут уже да тут и волын то тяжело выйти ну вообще там 3 за цель и замуж как нет да да я не знаю как тут кого в лотве на третью на золото пытаться выйти как что-то там предпринять нам скорее всего это бесполезно будет мината будет давить просто другой стран тут такую можно да как бы со второй танчик смена танчик там на третий танчик огневой мешок создать пиву но мината там по 16 дрону строит понимаешь что он только полной безопасности сейчас с либерации лететь тут королева правильно крит на майне пилить сейчас за минуту есть это нормальная тема против для обороны на это круто что королева были мобильные vision был да да ну и давно уже то всегда как бы было бы круто но сейчас до этого дошло как бы как раз у тиранов и висящие всякие юниты как бы и дропов много и либераторы всякие летают плюс да то есть крип это ну овер разбить могут а крип он vision дает по краю получается дальше дальше туда и все максимальный муф имеют короче мой дом моя крепость не в виде планетарки у зерга по виде сочетания всех всех характеристик юнитов vision и скорости все дела 40 секунд есть у арктура чтобы выводить без то есть против бэрингов без скорости ну конечно там линга которые 70 секунды щитов еще пока да пока покатушек нет то есть к бэринги будет покатушками про строка хп против мариков без щитов это уже будет конечно и опять же арту вот подходит вроде мината дает артур а вот пошел замес артур хочет попуснуть эти покатушки но без покатушек минат заходит и все уничтожает 60 113 но теперь уже точно гг-пишет артур 3-2 мината поздравляем его с третьим местом арктуру в четвертом соответственно ну и финальчик была и против коу сейчас будет и пас пойдешь или сдаврил да 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 я пойду играть останешься или тоже пойдешь да я наверно останусь посмотрим лайку интересно давай давай так нападайте счастлива пас так сейчас надо узнать так надо удалить получается да хочу один так группа 7 группе иначе удаляем удаляем арктура паша удаляем тоже подключаем сюда и было я так не у кирк первое вы вы это вервинт вехать я так понимаю да 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 и брейк третье как что его низкая чтобы сразу создавать так в общем создаю new кирк так окраина не у кирка создаю с модом поехали пишут 13 на 4 у меня тут проблемы с гг какие проблемы многие пишут какая-то хрень там как бы сегодня все через там плеер какой-то новый вроде еще что там вроде у меня мой стрим идет как вот замечательно вообще у меня тоже работает все хорошо слава богу так так reputation station 5 жилая станция 6 эхо ну и что-то там остается 7 счетом 7 чаще все ясно к у готов ждем было ну а вы ребят помните вороподдержку турниры наших каналов остались мы вдвоем зимой паш тиран ему не интересно решил по трениться немножечко да 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 все поехали поехали ну за руку будет интересно я думаю да по 7 тем более кул с необычными его стратегиями там блин дарков мушки вы не все видим там ну конечно было и тут я тоже думаю что было все таки фаворит на у кого интересно против зерков тема как бы делают все то тут одни только архоны с призмой вполне возможно что в будущем это будут применять вообще не только кого какие-нибудь крутые темы процесса уже не знаю что за тема с армалом мутку дефиц с призмами как бы то есть пара призм строит и перезасаживает как бы но он обычно без мула делает а вот я в рост думала что если смула мощь призма его все делать то есть стек главное ну быть внимательным чтобы ему то не сфокусил а муточка она летает там в стеке постоянно то есть твоя задача просто вовремя дропать архонов они сами будут мутку атаковать где она одна без каких-нибудь лингов там прикрытия как бы это прикольно на самом деле а получается из ты на обороне это используешь какие там линги у тебя на мэне и получается что архона которые как бы ну были абсолютно не мобильными всегда да то есть они не могут пройти стенку там нихрена только сталкерами может оброняться они становятся мобильными достаточно и ну то есть идеальным оружием без без свечи фениксов там какого-либо вот ну да ладно это все конечно теория но у кого иногда и на практике там по крайней мере легче к гонял такой темой да 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 он против меня так тоже когда против муты мы играли на еще предыдущем правда патче он так делал прикольная тема так секунду интересно я пока помолчу что не нужно переименовать забыл переименовать это надо стрим меня же именно матч стоит давай можете поговорить пока что стандарт никому боить выходит в третью базу очень раннюю скорее все это понимает и будет с одной королевкой есть такой build order королевка будет походу на натурале заказано и по быстрая скорость 4 линга снимаются рабочих с газа оставляет только одного на газилке заказана королева на натурале на второй базе именно так бегут четыре линга еще шесть заказе что какой-то сгризалите что-либо 10 заказе обла и тут чудит чудит посмотрите габла видеть что стенка не закрыта и сколько уже уже 10 4 плюс революс он black так загрязали тебя здесь делается и куда как бы на более лайтовой стадии мне кажется у него получше все было бы вот на такой стадии сможет ли выдержать он прессинг этот вопрос хорошо тем более стенку чуть не так и пробегают овертяжку потратил хоть лингов принял все хорошо на стенка подырявая все равно ничего не видит сейчас завидит адаптом третью базу типа все норм все стандартно о мазоши кор видит лингов дроп лингов да надо полностью сразу же блочить стенку кого-то прекрасно я думаю понимает он блочит стеночку суть на полностью ну как справляться с лингами здесь которые нам они сейчас образуются все как бы юнитов на второй базе вообще нету и блайт туда именно и забегать надо пробками прикрывать гейт получается что ли через три энергии будет у нас оверчаж пошел оверчаж у надо ломать а вот и вон шел здесь стенка есть есть стенка да смотри ка успел стенку сделать или пробка влочит нет это стенка полная адепт выходит у надо адепта внутрь заводить код дает адепта ошибка хотя тут позиция такая ну нет не лучшая для него но все-таки не все линги грозу пытается кого хорошую еще одну стенку на майн делать при пилона грамотно и чуть-чуть на самом деле не доконтролил у него был один в атаке один на депт и он вообще ничего не сделал ну ладно тем временем плачет и сгрызает погрызает и от последних адепту даму открываются в арбит и есть два парпа отбивается элемент третьего ресурсов не хватает у кого как-то не аккуратно их по центру надо в таких ситуациях вот да вот именно варпить вплотную хотя пилоном чтобы у них ну спина хотя бы за пилоном добыла паше демиджа получали что блинги их не могли окружить конечно конечно здесь на варку как-то и в итоге получается что по вроде отбился но сейчас пилон и все убивать то есть углая уже дроны пошли печально плохо отбился колокол и недоконтролил самое главное мне кажется одного адепта он стоял стрелял хату на мои не можешь видеть там хата продамажена если бы там нет не было ни королевы ничего он мог там убивать вообще то есть нужно было стать хотя бы на халде между минералами да получается да 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 а там тем временем просто королева со второй базы поднялась и убила один на один адепта там то есть вообще недоконтол не доконтролил если бы доконтролил совсем по-другому ну тут ладно уже пофиг на верчаж но это на самом деле уровень да то есть как бы кто такие моменты доконтроливают тот и выиграют в таких играх именно на этом все и строится кто-то на мелочах кто лучше мультитаск делает лучше контролирует в двух-трех местах тут и выигрывает это и есть скилл это и есть опыт но все логично добыча если может один юнит решить значит и нужно им решить как бы и спорта и битвы ведь плать тоже там получается у не видел этого адепт какое-то время да как бы все на так утратил просто бил хату тут адепт и блай не реагировал тоже какое-то время но потом все таки по итогу блай среагировал отбился дэмэджа не получил и вот сейчас блай себя очень хорошо чувствует 42 на 32 по рабочим продакшен уже ручи лэйр то есть к адептам готов абсолютно 7 раучи строит а погоди а где там что-то дропчик это овер был вот ну тут уже адептами да тут уже адептами хотя смотри если кув любит что тут он любит блочить типа мэйн получается сколько гейтов у кув 5 гейтов получается прилетают от сентри до варп адептиков но можно сейчас эти интересно адептами ворваться разваливать здесь рабов на мэне сентрями блочить рампу соответственно филдами ну да логично нам нужно блочить ну нужно блочить до кого-то 1 уроучи ладно вам сразу рэвэджеры естественно ну да у рэвэджеров тоже то есть энергии там много у сентрея можно просто-напросто сейчас фаербулов против фаербулов кидать филд еще один кидать да и все и еще один бросать да ну тут а призма успеет скорку убить ёма королева скорку успел убить то есть кув думал сейчас я выбью а королева снизу да просто ну а у кого были шансы в этой игре только если он еще гораздо более успешно эту атаку провел то есть ему нужно было хотя бы всех дронов здесь забрать даже забрав всех дронов здесь на мэне тут как бы у него только равная игра была примерно что у него он был бы выход бы какой-нибудь еще что-нибудь возможность там или на третью базу возможность выйти так хотя 15 он забрал смотри парабам ровно но ну хотят убирал их даже газ не раскачан у кого на второй базе ну тяжело все третьей базы нету да 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 так и мордового адепта зачем у мордового адепта есть даркшайн вроде как можно было бы афончиками там какие-нибудь попарасить попытаться а вот два дарка кстати пошли смотри тут тайминговые спорки уже давным-давно были и а и лэйр есть давным-давно то есть как бы хз что-то скорость на половине уже ручьем ночи млай понимает что а это такой игрок который понимают такую тему он скорее сэр зажмёт и ручьи нас будет читать дронов строить пытается новый лишь снова не не синхронно вот это все нужно делать да но смотри сейчас можно спорку попробовать типа вы меня вот так и хочет сделать идея хорошая была на архо спасать но тут оверсир есть возможность запилить ударки а гадик подарки дарки на хг полетели получат тут не шатает ку всегда уже там они интересы вот как было без спасибо за премиум спасибо за поддержку по устарается как может красиво контроля ничего не могу сказать очень красиво но есть аверсиры и наконец-то блайд засплитил свои войска на две части есть возможность у него это сделать войск реально много тут оверлорд а второй базе ли что-то залетал умер от сталкеров ну-ка у молодец ну старается видно за нравится ну тут а и третий некст пошел кстати необычной позиции такой ну уж не знаю просто ручьи реведжером надо готовиться то есть как бы проблема с ручьи реведжер всегда что если их крит масса такая то есть как бы ты разваливаешься в мясо там очень тонкая такая грань к шейп контроля это тоже зависит бывает там филдов правильных наставишь вроде как их и у тебя и меньше но филды плюс и морглы там с блинком раз контролишь убиваешь здесь же хватит легко или нет ну кстати 100 на 128 обрати внимание ну прям вот иммортал ай 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 куда ты пошел иммортал дружок пошел иммортал вперед и короче колду прилетел третьим иммортал фаербулы падают блинк сталкера есть иммортал вроде спасает контроль-то на призму хорошие имморталы что творят и блин и здесь контролил надо податься ревозеров побольше забрать ну лезть конечно так до конца топить там не знаю тоже кум не нужно будет еще полгода такого глаза загорелись как он слишком поломился не надо так далеко идти и дартам четвертую хату площадь сатига еще шанс хороший получается теперь теперь когда 3 нексу начал таскать но ублая гидра уже новая угроза для кого пускат и когда ты как бы отстаешь так это всегда вот так получается вроде как отбился но вот выход получается совершенно верность призмой то есть там гидра ублая если к успеет тайминг такой словить до гидры это лучший вариант для него получается но к устроит иммортал блин то есть он видно что не собирается здесь до конца как бы дожимать пытаться войдет переливай так ему надо увести адепты будет принимает от блин всеми сталкерами нужно ли так было делать тут угла и много королев получается что бла его вороне намного больше до армии имеет чем в атаке с этих королевок серии . именно так и есть 5 левом и тяжело было драться на самом деле нужно было дальше наверно отступать отступать пока давать бой без королев получается пол как бы имеет примерно такой же лимит какой у него и был до этого ну вот по отношению глаева но у него нету центрей как бы уже тебя варпы идут принципе экономика это равное практически да получается если поучу он живет у него дестабилизаторы возможно сейчас будет ну не просто что он робобэй не для колоссов явно я бы сказал это все делает так и забегание лингов что он здесь есть чем отбивать это забегание лингов карта такая что интерес к уходит где было очень агрессивно по мне колосса смотри-ка прям а че дестабилизатор больше не уверен в дестабилизатор 2 забегает отдает просто лингов на муви колоссы хорошо работают против гидралисков ну да если нету люркеров то вообще супер ну да нету в каком-то плане я понимаю да что вот три в три базы по логика какая-то дестабилизатором то можно промахнуться там куда-нибудь и даже двумя и даже тремя колосса если их две штучки с рейнджом уже будет они будут стабильно женщине более от обороны то есть не надо никуда лезть будет ему нужно просто будет копиться по чуть-чуть по чуть-чуть и именно сделать выход грамотный когда будет там три колосса например плюс по земле уже саппорт хороший ну а именно так но влай тоже про это все как бы думает понимает и сделают следующий шаг уже все а половину утро и мутка да то есть нужно имя начать что нужно подмутку если мутка а ну а два не ждать мутки это заблуждение всегда на самом деле нужно ждать лай можно не ждать там трех эволюшенов да 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 ты не ждать как там я не знаю как тоже чего можно было в воле там от сливки ждать что он каждую игру будет 68 дронов например делать как будто это вода 2 лучше не ждать от всякой кит такой вот именно агрессии мобильности от 2 нужно ждать как бы кстати блай получается смотри-ка шпиль то сделала вложился в гидру сейчас нас боится наверно выхода от зер от протоса да и укол фаржа на 3 плюс 1 бы подбустить плюс 1 здесь тоже невероятно сильно решать больше грейдок у всех слабенькие получается очень-очень так опять забегание лингов это гадибайлинг мест есть не нету больных мест то есть эти литых лингов забегания получается практически бесполезно а есть укул призма что не понимаю есть а где нам не вижу это призма летает непонятно где так байдет вперед гидра семью ренджами ой и на крипе даже колоссами желательно фокусить именно гидру в такой ситуации отступает кук и мортлый тоже ключевой юнит в этом миксе то есть они роущие бы быстро бы снесли колосс пытается на хг уйти кук пытается подножить в ответ как же гидра колоссов разваливать даже блин а ведь хорошо у кого все было сейчас ломился вперед он снова принял бой с королевами и получилось уже отступать было тяжеловато так да и пилят четвертую базу получается что получается как бы ну крит массу нужно было копить все равно хотя бы мало 140 147 там рано было лезть на 147 170 хотя бы да ну то бы может быть может кого мутки к туба кстати здесь дарки выпиливают просто хаток у кд ну надо в призму успеть сесть дарками гидру подпилить оверсиро задерживается но хоть что-то разменялись эти дарки ценнейший юнит на самом деле просто и опять 136 105 тут просто жесть какая-то смотреть реально 5 ни у кого преимущества то жесткого нету коп на два делают да тем временем четвертая база у кого уже стоит работает 8 рабочих возможно даже было бы смысл не построить не нужно нужно перевести рабочих со второй на четвертую не но мне нравится хоть не идеально но куб пытается именно действовать четко с мультитаском жестким то есть он заходит там пока дарками по выбивал крип пошатал то есть там с другой стороны как бы ну вот это правильно так и нужно играть то есть как бы если разводишь что нужно стараться этим пользоваться есть максимальном количестве мест хоть пости может не самое там жесткие эффективное действие ну крип крип там выбить тоже да там еще что где-то сделать опять дарки идут от куб нашел полгуди тух реводжеров но и сейчас можно слить дарку просто на муле был бы блин не слил да да блин к даркам коуч это изменил себе в этой игре блин дарка он дешевый его можно реально делать до 100 100 100 даже можно не бустит просто доделся в итоге как бы все пусть будет 180 126 бывает тупо в лоб собирается давить куб блин у 120 штака дептики врывается тут кстати куб просто не дает блаю здесь ничего сделал гидра отступила назад как-то бывает прям как-то увидел эту адепты на рауче сагрались если в гидру заходили было вообще замечательно здесь эти вообще ну то есть получается что идеальный размен для холл дроны падают гидру можно подшатать escape жмет куб правильно тут еще подшатать по и пару гидра листов да и опять выход в лоб пойдет даем а вот с такими выходами в лоб лучше не спешить на самом деле то есть колосса есть нужно побольше колоссов и вообще норм у молодец кстати переходит в более позднюю стадию уже про тос понимает добавляет архиве темпларов ну да тормит увидеть что вот все-таки тяжело будет продавить самое главное он про грейды не забывает угла 10 муталисков то есть было уже понимает что все плохо нужно что-то делать как бы здесь как все плохо как бы у него не то что все плохо но если просто так продолжит то он выйдет просто да вот именно так он в лоб просто не сможет убить просто так и есть сейчас нужно вот сейчас вот как раз нужно как-то подмутку подстраиваться как под нее подстроиться на побольше сталкеров сталкеров и выход ну стараться отбиться как бы шторм если будет тут берется уверсиров пытается выпить прилетает муталиски ну с плюс 3 в принципе как бы эту муту сталкеры будут гонять нормально да плюс 3 еще дожить нужно еще муту нужно отдать нормально так блачет полетал полетал непонятно он будет врываться то сейчас на мэй на обратно или что он собирается сделать на третью бла и врывается блин у на мэй нут почти забрал одну что он еще не готов нужно вниз пускаться штурмичков главное не отдавать тоже тут на этой карте смотри вниз блинкаешься сразу нам на мэй да получается два и может лететь да неплохо пока что все неплохо для кул было немножко пассивно мута и самом деле то есть он сейчас вместо того чтобы убивать здание ключевый уков он что-то полетал полетал слил несколько муталисков и улетел вообще куда-то облечет тогда мута вла и вообще как он хочет побеждать просто не понимать думали что колу до бесконечности здесь стоять будет нет конечно так арпончики ваши 4 штормовика есть и кул уже понимает что я думаю что он будет тайминг плюс три пытаться ловить здесь кул я не знаю ли стоит ловить вообще такой тайминг тут можно просто словить тайминг 200 лимита и тогда пойти ну ладно да да но кул решил что пора но он кстати и плюс 3 вообще не дожидаются самое интересное так мута сзади в лав то есть он хочет заставить было просто муткой в лоб твой принимать в чем прикол прогнал кул немножечко было нужно ли лезть сюда вот так вот нужно до шатать пытаться мазеркор залетает мазеркорку тайм варп не туда немножко но штормы какие плотненькие пошли мута выбивает сейчас призму 160 175 достаточно легко без призму вот так вот ходить просто здесь нужно возвращаться без призна понимала я прям ухода дает плюс 3 уху готова все плюс 3 уху готова прошу прощения все будет мутку власть левая жестко сейчас конечно очень жестко да неприятным для блайя на самом деле теперь и здесь то есть есть лога тоночки как бы амута вся демоджина и ты просто так потом ты не заберешь и сталкер сзади подрезают мутку stalker а там одну там одну там одну и смотришь по потерям и уже блайнер с 3000 минус 2000 ура пошла но их все четыре штуки greater spire вроде блайка выживут все у него опасные технологии все равно для полу тоже опасность ездить если он конечно слишком долго сидеть такого проблема еще тоже что не нету старпорта и планах не вообще не планирует это делать но у кого есть практически 170 лимит практически 200 лимита против лимита ли извините что перебил против лимита без брудов получается и в массы люркеров и такой ультимативный лимит у полу на брукбордов и нету как она хочет армии нужны очень сильных он нужно сместиться мишка подпаду под эту поддалью здесь нет уже по уровню и отдает ой какой что он плотненький прошел пища отелю рада было жилья угла он еще один подход любит от блюра минус 1 2 лол минус твой белый тоже дает его 30 похоже что да здесь это минус блай похоже по у терпел терпел и как-то прям вытерпел 6 я вообще уже его похоронил и самого начала если честно в этой игре ты помнишь в этом начало было давай полюркеру гуляет куток полили его и минус торм веке все практически один остался этот падает и куда к ушел куда он ушел то и а то есть а сейчас коучер может доиграться и вообще 1 против брудов против брудов лимита боевой одинаковый 31 правда у грейд и против бла единичек смешных вот призмакова с архонами до поздно уже когда я понял ну тогда нужно делать обязательно скорость призме почему бы не спал дать и раньше как-то и без скорости даже интересно получалось ты и по зачем куб позволяет нескому то ли скому так вот видя ну ты сидишь грейды крутейшие просто 100 тут достаточно штук 56 толкеров так идет вперед грудов четыре штуки пока пока она пока и кого этого не видит и не знают пока ему тяжело будет стрелять без раптором что как у него опера то есть есть опера один неприятный очень неприятный сюрприз сюрприз для ков товар дома защита от мута кстати муталиска почти всех потерял вали осталось только четыре штучки против бруд лордов только темписты а моя такая вероятная контракт хороший блинк минус 4 муталиска муталисков нету отдал базу ну хотя у 200 сейчас можно бруду продавить будет колоссу то есть грейды смешные угла этом на а еще знаешь такое щас винсов либерти не что перебью когда у протаса хорошая грейджиная армия по земле там а архон и вот это все могут продавить даже бурд лордов бурд лорд это не грейджиные брудлинги не грейджиные архона колосса сталкера я помню еще ну так играли жена там и снута с трех баз продавливал каун грудов сделал еще в лодке в ходе там были игры такие то есть там можно так сейчас как бы не тайминг но сейчас именно такая армия получается но грудов уже 10 если их станет штук 15 то уже землю их просто нереально будет продавить да даже с апгрейдами хорошими так очагу как он собирается чуть не понимаю драться но он контролирует типа зерга на четырех базах единственно что он вниз и я так понимаем когда окну ресурсов больше то есть принципе в принципе можно за счет прироста еще до за счет грудов пытаться как-то ну вот убить то есть дроп призмы муж хоть на мэнзил камень сейчас забежать например через ну на 12 побежать там налево убить камни попытаться 9 пошатать а этой армии здесь как бы шатать слить при лимит и призмы например на мэйн заварить ой блин пошел агрессивный митус 2 трансфюзы блоков убивает посмотрите фидбэками просто трансфюзы все убил дестабилизатор как разрывает вообще ку молодец реально молодец здесь в этом замесе всех краю нужно фокусить шел фокус хорошо только три брутборда осталось еще один блинки будут они 4 а фокус есть почти все только два брутборда осталось вот тебе апгрейды вот тебе в микро хорошку ну как бы там ты видел штурмовик зашел он всех королев зафидбэчил вот этот момент там и блай тоже хорошо он зеленку бросил тоже хорошо но королев королев поставил так что под фидбэки поставил все они должны сзади за брулингами стоять всегда и согласен но самая самая большая ошибка по поводу королев что они были с фул энергии 200 энергии что один фидбэк их убивает нужно чтобы они у них было 150 энергии чтобы не убивала даже если ты энергию там ну потеряешь но сам сама суть что королева останется но в таком замете получается один что пофиг как бы да то есть она должна была быть полезная а не просто как бы жить королева это ведь ну да это же можно даже решающая битва получается погодите оттуда поставил но тяжело без апгрейдов я тебе скажу за зерга играть все-таки там когда видишь вроде бы брутбордов было немало я не знаю может фангл нужно было бы давать добавить чтоб сталкеры так не блин кались на год ну да кстати да векоза то что-то было не было ну тут блай сам как-то упустил коу конечно молодец но там как в этой игре казалось то есть не практически ни разу не было такого до вот конца да что коба там как-то впереди было или что-то такое он все время отставал реально да да причем даже в последней этой битве там тоже он именно момент словил пока блайт ну позиционно штайлер киров под брудами под брудами не было именно в этом моменте то есть поздно они там перекопались и это заслуга ку кугуара молодец хорош хорош ну блайн блайн не знаю тяжело будет ему мне кажется после этой игры как бы оправиться у него были не то что все все карты на руках прям вообще мега огромное преимущество и он по итогу ним не воспользовался кстати у тебя не спайкает не лагает не вроде нету пока я сейчас отвлекся просто от игры на секунду так спайкал надеюсь самое главное чтобы у игроков не не лагала не спайкала и залинят да надеюсь если что то я сразу выйду без проблем так у нас will win карта очень большая к у поехал после пилона в разведку блай играет хату первую и газ и после этого пул будет хотя на этой карте можно принципе рисковать нет это рисковать не нужно зерга типа я хотел сказать две хаты до пола на хотя я тут тоже стабильно играю вот стандартно через хата газ пул все хорошо разведывает тут еще можно через скорость оверлордом сыграть если вы сразу с первого или второго оверлорда не находите протаса и все не видите во что он там играет так чтобы сейфовенько было и переходить в макро игру чуть-чуть не везет конечно каус разведка он с последнего в последнем месте находит своего оппонента встретила с третьей попытки скажем так что он тут что он не доехал кстати на натурал странно сначала он чекает две базы а потом натурал будет заезжать типа три немножко непонятно до сих пор это стенка странно у кого я где проход слева слева там аукла может я не знаю да стран странновато немножко на слева до волосторге надо ну тут надо а или кибернет прям с краешком рампу там создать стенку получается если что нужно еще один пилон ставить сюда чтобы лучше стенка была туда на край ну и так адепт принципе просто вот когда он выдается так его больше лингов могут грызть чем со стенкой когда она между зданиями вообще у кулу все замечательно в этой игре рабочих больше по билду нормально себя чувствует и фениксов сразу начинают строить а не ну блайс тоже все хорошо отлично чувствует она проскаутил стар старпорт из-за этого мне кажется не делает скорость оверлордом сейчас он под должен вообще-то в теории подлетать и первым оверлордом а вот он лингами подошел увидел что тут не оракова фениксы и будет мне кажется все таки отстраивать много 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 дронов нужно отстраивать линга дроны там королевы и переходить в такое макро то что и делает пока что блайн харасит своего оппонента лингами видишь что там твилайт тоже грамотно лингами забежал блайн то есть все полностью да прокликнул кстати вот твоего такой ситуации лучше пныкать бы на самом деле подальше куда линге на 3 выходит блины кулу тут ничем не прикрывает нет в принципе мазер фор наверное сможет отбить него хотя было еще один же остраивает потери большие плюс до достраивает лингов печалька так что было и вообще зачем он зажал а еще и гадик овер какой-то пошел чисто чё было делать я не понимаю мая хочет отменить третий балл и третью то он отменит но у него самого рабочих меньше чем у пол до сих пор а у пол глефа как бы без ручь ворона на самом деле сейчас очень быстро отстроить кто-то в любом случае плюс мая будет отмена нет плюс но если кого сейчас выйдет успее с глефами до готовности ручь ворона так давайте куда пытается пробежать еще в наглую как-то overcharge не надо жалеть таких ситуациях хотя и так вроде как отбился блай убедился себя что overcharge делается посмотрел на твой лайк ну как-то гейт и но получается допись эти минералы не в неxus не были нормально ложного отмене он не в гейты в итоге как бы тайминг в дороу еще не словить с оверчажем нифига непонятное количество гейтов тоже 5 гейтов то есть три гейта плюс больше строится 5 но вот третья база под угрозы приходят в лайм опять пытается ку все на отменять в этот раз конечно он ничего здесь не отменит ну что адепты вышли и лоны падают надо пробку еще одну уводить а самое главное что ков не строил все это время фениксов и фениксы и вообще получились бесполезный юнит в этой игре он построил всего на все три феникса убил там да то есть он уникался сильно а кровь ублая ну короче здесь как бы с одной стороны видно что и блоге сумбурно действует но этот сумбуру но он ублая как бы стандартный то есть он имеет из него выкручиваться в итоге а кого вообще вот он защитить кривые эти адептам телепорты в итоге пора очень что-то по боевому катастрофа да беда приходится заказать вайдрая чтобы отбиваться от этих ручей ручей очень много на самом деле плюс дотекания лингов снова будет отменена то что отмена убита 3 3 база протаса nexus скорее всего и это уже попахивает ггшкой всего-то было бегал все время пилоны с ним сам отменял то есть просто не закрепился просто то и не нектуса ничего и не дома нет ничего печаль печаль ребята так нельзя делать нужно с ним не хочешь делать это как-то грамотно более четко что ли я не знаю грел аккуратно аккуратненько то есть адептами выйти там за пилонами между минералиной поставил адептов чтоб линги там не так сильно грызли как бы конечно либо видишь что уже там блайя з зажала от блая это можно ожидать то добавить гейтов пораньше да ручка ушатает может дальше пролететь сейчас адепты и морклы улая все отлично три базы раскачанных третья база минерально гидральски делаются апгрейды делаются атака делается все шоу пошел вопер вулын что ли куда-то пошел на нить у гейтов у него и 4376 призма погоди призмой пробку повез куда коку призмой пробку повез куда-то повез ну кстати на этой карте блайя нужно очень подняться на 6 часов и все он перед второй практически блайя окажется базой в этом плане здесь неплохая карта такая есть пока линги грызут пол пытается занять именно позицию где я говорю и занимает он ее очень даже неплохо пошел до варп адепт 170-119 смотри боевой одинаковые против блайевской голой гидры практически уху все прекрасно все адепты начинают крошить вообще ядра падает фениксы там 6 гидральск подняли то есть дпс угла небольшой было еще 6 гидралов заказы хватит ли курс там варп могу выставить у кого смотри-ка у разваливаю разваливаю причем нафиг вообще разваливайтесь было блайя не успевает просто фокус призму здесь вот он пытается фокусить но адептов то до вар прошел и 95-90 жесть вообще как умудряется это делать я даже хз но у прямо удивляет сегодня он разваливает и он разваливает блайя уверен достаточно выходит роучи но роучи выходят по отдельности лимит надо прирост подводить сюда стараться есть еще феникса все еще здесь в миксе в кул иммортала ни в коем случае отдать нельзя это ключевой юнит для атаки здесь у кул призма нет призму устанавливающих у фениксов еще делает 87 68 20 дронов минус и мортала блайя странно что блайя и мортала не пытается фокусить не знаю не грозит просто кул творит чудеса вообще чудеса и посмотрите посмотрите на потери 6 200 на 10 500 то есть чуть ли не двукратное преимущество здесь у кул но выход получился в самый идеальный тайминг то есть у блая оказалось что нету роучей чтобы гидру прикрыть кстати а куда вы лишь вроде роучи у блая то есть их там мало просто было по ходу дела я вот этого внимания обратил вроде он не сливал их нигде как бы интересный момент в этом плане получился так адепты крош третью базу пошел до варп адептика ров школу конечно такой вообще я бы сказал даже безвыходной ситуации находит эту дырочку и да да выигрывает эту игру скорее всего молодец молодец конечно плачет будет дрончиками кататься ну да ну блая такая критическая ситуация блай как обычно устраивает до конца гейминг блин ну это учил зачастую этот до конца гейминг угла просто выматывание соперника короче я бы сказал затягивание времени хотя здесь еще может минимально хотя никаких шансов по боевому лимиту кайтит пытается адеппу красиво блай тоже но иммортал то по 50 дает у него 20 юнитов уже убита ребят 20 там лингов практически не было да это в основном роучи гг 2 0 неожиданно но факт вот вам и 6 коэффициент на call call разоряет call разоряет просто букмекерские конторы все берутся за голову было нужно тащить тоже так да и брейк у нас третья карта получается инвейдер зик пишет слишком большой коэффициент был на кого блайн не устоял но это конечно шутка ну да не думаю что было фигню будет заниматься да то не там по играм видно что нет я здесь просто да как бы именно прийти такой тайминг чисто специально да как бы то есть это ну либо вла и делал погодите-ка либо владел всю жизнь 322 либо как бы ну как это получается это нереально просто так вот именно прийти и так в такой тайминге блаю подстроиться под выход call тем более там до конца кстати непонятно было то легко пытается третью позднюю поставить то ли выход сделать на тяжело зерго было прочитать этот момент что будет такой выход и так получилось что у него не ручей реведжеров не было линга бэйлинга тоже не было то есть вообще ничего не было то есть него линги гидра ядра и королевы все да не было кому танковать еще рано расслабляться ребята две победы как бы это даже него 5 взяты а тем более него 7 сто процентов я помню тоже с тобой наеме 20 вел а в итоге 23 ну да бывает нельзя расслабляться пока не выиграешь полностью обидно и ну не принуду нужно как вода нужно доводить всегда до конца как бы зачастую получается как-то так расслабился и все нельзя расслабляться не доконтролил тут кого мог отменить принципе хату там как-то еще не понятно дрон уехал кого-то увидел дрон в разведку поехал это наверно насторожило что ли кого но хотя к увидел хату первую и сразу заказал nexus первым хотят ну не сразу там наверно изначально так хотел сделать потому что гейтвей давно бы уже стоял теории правильно иногда хочется специально делают эту вторую хату допула у кауна мэйне вот это вообще просто майнгейм смотри красавчик да да ну кстати блин третья вот это получается не самая раннюю хотя учитывая что неxus 1 до ну а неxus 1 блин внутри я вообще не знаю что он будет сделать с этой хатой на самом деле бла если он сейчас там какой-то руч варен сразу построить но все равно будет поздно то ли линга королевы ну кого кстати вот даже случайно никак не проедет чтобы увидеть то это сюда ну два гейта с какой-то страны блин просто как чем какими юнитами сгрызали тилингами роуч ворон что было делать то собирается сейчас мы увидим это все но я думаю тут по ходу линги королевы вот по таймингу вот видишь 10 лингов пошло тут по-другому ничего как бы вариантов особо и нету королевы нужно заказал к счастку должен замечать крип уже начинать замечать и чё делать чё делать не знаю маза пор пилон ну блин 1 оверча же явно не достаточно потонки нет с другой стороны 2 гейта но тут полный блок надо абсолютно полный делать чтобы уйдет но гейт очень медленно хп набирает проблема вот чем и блай успеет здесь как бы так забегает линги нужно ли спешить с оверчажем я думаю что не нужно стопудово спешите чем у кого такая со стройка что сможет он одним пилоном сзади вообще все это заблочить не знаю ой 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 тут смотри как быстро гейт падает гейт падает очень быстро пилон блайп не это 2-1 скорее всего здесь уже я не вижу вообще всякого варианта ну подожди адепты они хороши адепты как хотят сострадить ну маза щип нужно тоже пошел пилд тут еще одна королева видишь тут продакшн в тылу тут королева инъекцию по моему успела сделать или нет я не понимаю мазеркура нет энергии то есть у куу нету варпа естественно то есть только тут суверчажа вот эту strat это офисе у меня строятся ну и тут все скорость линги да хорошо сжал всех лингов но очень много ли много 1845 ой да да quiet а тут уже даже если была никто из 6200 не будет а тут матро печально Да, рабочих просто вообще нету, 8 рабочих против 34, 4 это вообще да, это даже не 20 рабочих разница Суть в том, что вообще нету экономики у Протаса, и сейчас еще будет страдать экономика Ловит самого Коцаного, рабочего Блай, убивает еще одного грамма Но 10 на 36 это вот, в такие игры уже тут чудо не будет, мне кажется Чересчур, в три раза больше лимитов злая А вот тебе прокси хата, лол Ну да, даже хату до конца не выбить, она что строит и строит за чертова хата Да ладно, чуть зафокусил, мазершит О, и хата живет Наконец-то королева упала Ну да, печаль, тут уже третья база у Блая строится Ну да, и сэндряток погибает Вообще Наша база атакована Блая хорош, конечно, не ожидал я такого Не, ну еще самое главное Вот Коу виноват, в любом случае он виноват Он же видел проб, дрон ехал на разведку, самый первый Я еще акцентировал, то есть тут непонятно Ну да, да Ладно, ну то есть не поверить с кем-нибудь другим Может быть, но не с Блаем Ну с Блаем, когда едет такой быстрый рабочий к тебе на Мэйн Ну вообще, как бы, к тебе И этот момент прозевать Ну тут даже дело, едет-то он едет Но ведь там же Нексус Нексус, как бы, первый То есть он же видел, что он не выехал, получается, назад Да Так То есть нужно по-любому разведать базу Ну логично Но, видишь, не доразведывал Не доразведывал Спасибо, Ронин, за поддержку Да, спасибо, Ронин, я вижу 70 от тебя Спасибо большое Так, тут он не жмет готовность Ты нажал? У меня пишет Waiting for player Я вроде нажал Да, не жмет, получается А вот, все нажали Кул готов Блайп АКПЗ Спасибо, InvaderZig, за поддержку Сообщает Ну хоть не 0,4, Блайчик Правильно, Блайчик Хоть одну игру довзял, да? Блайчик у нас же не фаворит Это все сарказм, естественно Это проверка голосового сообщения Так, ребят Попробую У тебя озвучилось, что Ронин сейчас поддерживал? Нет Тоже Короче, не работает Нет, то, что Ронин поддержал Озвучилось Но потом Инвейдер только что Поддержал То не озвучилось То есть Через раз как-то Непонятно Короче, у меня тоже Просто не понимаю От чего это зависит Вот Такое ощущение, что там особо надо обновлять Это все ХЗ, короче, ребят Не знаю, не знаю, да Ох, так У нас карта интересная Ванер Search Station Большая карта Большая макрокарта Обычно Так бывает И что видит Коу? Коу приехал на разведку Видит газ Не видит пула Пул он не разведал Хотя зря Можно было Видит, что нету второй базы И сейчас посмотрим Будет он разведывать пул Ну, ну В таких ситуациях нужно разведать пул Если ты видишь, что тут пул Тайминг пула Сразу все становится ясно В принципе, что где-то должна строиться хата Но он этого не знает Не доразведывает Ну Что-то Коу тут, конечно Не доигрывает Мне кажется Такие вещи Ну, как бы вообще Самые-самые Базовые нужно знать И разведывать Если там пул или нет И потом уже искать хату, естественно От этого, отталкиваясь От этой информации Но он, в принципе, понимает Скорее всего, что там Был пул Но все же Эти вещи Нужно Разведывать Сто процентов Строит Сталкера первого Будет Убивать Оверлорда По возможности И вторую базу Кстати, протест берет В очень интересном месте Достаточно Я бы сказал Рискованно На этой базе Сейфовым было бы, конечно Поставить вторую базу У себя в кармане И тогда было бы все Сейфовенько Хотя С другой стороны Если бы тут была Прокси хата Он бы это увидел Сразу же И было бы все хорошо Коу Гуард Что, в принципе Получилось все Отлично Для Коу Минусует Ты ее увидишь Очень рано Наверное Я не знаю Хотя Там Если Нексус первой То нет Вот единственный плюс Который я вижу Не знаю Ой, лол Ой, лол Вот провал Ну вот в чем Минус вот таких стенок Когда Пилоном Они еще не подстрахованы Да? То есть На халяву Просто пробегают Юниты Вот И Может быть Больно Ну да Минус два рабочих И пришлось Телепортироваться Мазаршифору Я так понимаю Неприятно Самое главное Что зерк Все видит Все технологии Видит Твилайт Каунсел Понимает Что это будет Скорее всего Пока что Стандартный Опенинг Через три барака Твилайт Каунсел Под пуш адептами Возможными А дальше будет Разведывать Тоже зерк Смотреть сколько Будет дальше Барака Будет ли добавляться Бараки Будет ли Двубазовый А тем временем Линги на вторую базу Врываются В минус один адепт И будут Стараться Минусовать рабочих Пока что Не получается Защищается Хорошо Хоу Подлагивает Плотно Рампу заблочил Подлагивает игра Да Именно спайк Спайкануло Жестко Меня нет У меня вообще нормально Все Спасибо Нвердозик За сотку Тест Ну что-то Озвучки Нет Все равно Короче Что у меня с интернетом Наверное Что у меня так Помогает Не Ну вроде Как бы Никто ничего не говорит Значит Пока только на тебе Отражается Это Ничего страшного Если только на Азии Частенько бывало Там Корейцев Китай Смотришь Пинг Скачет Как бы Ну что-то У других Видимо Все окей Только когда Начинает Уже Там Дропать Ну смотри Пять адептов Уже с глефами С глефами Нужно так запилить Но Блайб Будет Как раз Таки Под это Подстраиваться Он собирается Дропаться Туда Получается Ну Блин Ну Кстати Вот то что Адептам Вижен Да Порезали Был бы Вижен Но Адептов Наверняка Боко Телефорнулся Вот туда На рампу Как бы Тут Он Получается По дефолту Просто Не стал Телефортироваться Но Даже Если Б он На третьей Базе Нормально С контролем Вступил Барк Королево Там Нельзя Было Фокусить Ну То есть Фокусишь Королево Но Если Видишь Что У тебя Окружают Линги Естественно Ты начинаешь Смотри Как Болна Дарк Да Зафокусил На пофиг Спорку Перекапывается Еще одна Но Двумя Дарками Не успели Сейчас Выпили Спорку Пока Она Перекапит И Скату Не успел Убить Ну Да Неприятно Зато Крип порежет Вот это Прикольная Тема Кстати Мало Кто Из Протасов Использует Убивание Крипа Сабсервером И Дарками Естественно Будет Я так понимаю Будет Два Архона Харас Такой Поздний Короче Уков Свои Вообще Биллдор Дер Вообще Нестандартные Я бы Сказал Сначала Пуш Глев Этими Адептами С Глевами Потом Дарки Я так понимаю С этими Дарками Скорее всего Будут Архоны Из них Скоро Но Тем Временем Четыре Дарка Заходят На Мейн И Будут Стараться Фокусить С Роуч Варен Но не получится Это он понимает Загружает Сразу Вар Призму Не теряет Дарков И делает Еще Три Ну Два Фронта Три Адепта Нужно контролить Забегать Минеральную линию Фокусить Нужно Рабочих Еще Минус Рабочий Еще Хорошо бы Спасать Блай Хорошая позиция У Адепта Адепты Телепортируются Назад Домой Ну Как-то Прямо Я смотрю И У Все Хорошо А у Блая Вообще Экономика Слабее А вообще 52 на 55 В пользу Протоса По рабочим То есть Как бы Шпиль Сейчас конечно Будет Это может Все перевернуть Но пока Что-то У Блая Это совсем Не ахти Ситуация Забегание Очень жестокое На третью базу Протоса Протос Не реагирует И Коу Вообще Не реагирует На Кстати Хорошо Куспорку Выпилил Королеву Выпилил Но есть Оверсир В плане Контроль Такого Четко Законтроливают Интересно Прямо Вообще Молодец Я хотел сказать Я и сказал Не реагирует Но по итогу Он среагировал И там И здесь И на второй базе Тоже Там забегание Было У него На холл Позыше Неправильно Снова Забегание На мейн Видит шпиль Фокусит шпиль Но я не знаю Или получится Понимает Что не получается Два Дарка Еще Ну Хотел Очень хотел Зафокусить Но самое главное Это знание То что есть шпиль На самом деле Потому что Теперь будет Коу проще То есть Так можно действовать Просто стоять армии Где-то что-то ждать Когда ты знаешь Что шпиль Ты хоть сколько-то Стационарной обороны Построишь Ну и да Сплитанешь Сталкеров Немножечко Либо будешь делать выход Коу походу Выход что ли Хочет сделать Такой тайминг Да Есть призма Есть плюс один Блинк Почему бы нет Хорошая в принципе Идея Да Нужно побыстрее Передвигаться Только да Быстрее идти Причем Блая оверы так висят Что он тупо не видит Смотри Как здесь Как Коу выдвигается Он только сейчас Вот увидит Да Аверлан Пару бы здесь Конечно Еще бы Коу бы Архончиков В этом выходе Хотя Под одного Дарка Хоть и под одного Архона Запилить Было Вообще Замечательно Пилончиков Построить Чтобы соплайблока Не было Вот Ааа Соплайблок У Коу Три пилона Он делает Но потом Эти Плетки выбил В принципе Коу Все в порядке Здесь Коу Соплайблок Два Муталиска Блая Сейчас Просто Отдает На ровном Месте Да Варп Еще Сталкеров Идет Коу Не спешит Перед Двигаться Где Дарк Вообще Он был же Живой Вот он же А он Здесь Прямо Здесь Да Два Архона Коу Сливает Сейчас Ну вот Как-то В это Время Нету Контакта И Блая На халяву Отстраивалась Единственное Не знаю Это Мне кажется Все-таки Может даже На руку Коу Потому что Самое главное Что Коу Прессует И его Никто Не напрягает Ну да Сейчас Очень важный Момент Коу Сейчас Заходит Блая Хочет В тыл Зайти Здесь Нельзя Призму Ни в коем Ключе Отдать Такой Движухе Вот Если Призма Отдается То Тут Все Печаль Полная Иммерталы Засаживаются Высаживаются Блая Фокусит Архунов Призму Сейчас Пытается Блая Забрать Вот Это Вот Чего Я боялся Вот Чего Я боялся Сейчас Это Была Победа Для Коу Но Блай Словил Единственный Момент Когда Можно Просто Перевернуть Игру И Он Переворачивает У Него Все Хаты Живы Это Печаль Это Провал Это Катастрофа Вообще Да Так Был Близок К Победе Это На самом Деле Коу Все Рано Как Все Еще Не Потеряно Конечно Но Беда Печаль На самом Деле Три Базы Мейн Заканчивается Блин А прикинь Этот Вар Все Один Вар Проходит И Все Это Очень Обидно Так Проигрывать На самом Деле Очень Обидно Печалька Мазершип С полной Энергией Минус Сейчас Плюс Три Архона Еще Так Что Углаю Блакс Ну Роу Еще 9 Есть Здесь 10 Уже Получается Коу Больше Землю Надо Чем Мут Кудавить Фокус Райваджера В принципе Неплохой От Блин Тоже Неплохо Призму Заметил Углай Нет Призму Углай Не заметил На развороте Коу Принимает Бой Нужно Переразложиться Поближе Сейчас Тархоны Просто Они Против Мутки Да Но Против Роучи Реведжеров Здесь Бухилды Б Да Пару Имморталов Хотя бы Коу Ну Все Нету Возможности Уже Иммортал Отстраивает Тайминг Потерян В четвертую Причем Базу Здесь Да Коу Тяжеловато Перейти Хотя Только Стрэнгрейды Есть Как бы Можно было Пытаться Но Хороший Блин Контроль От Коу Но Физически Его Просто Намного Меньше Как-то Хотя Блай Хочет Блай С себя Там Фаерболит Получается Мута Опять Призму Вбивает В очередной Раз Сейчас Кстати Мутки Мутки Мало Осталось Может быть Имеет Смысл Попытаться Выйти Там В путь Базу На золото Сходить Коу Видишь Куда Блай Полетел Сейчас Он При этом Все Так Ну Ксилнаги Блай Коу Тоже В свою Очередь Видит Но Про муту Забыл Все равно Блин Металис Кловера Отдает Надо Ксилнагу Законтролить И Можно Золото Спокойно Выбить Идти Причем Блай Рабочих Сюда Ведет Коу Нужно Проверить Сходить Золото Сейчас Золото Так И не Спалил Да Не Спалил Ну Сейчас Надо Фукус Ной Третью Кул В таких Моментах Ключевых Какие Муталиски Развел Блай Хотя Он не Видит Где Блай Находится Тоже Другой Стороны Так Призма Архива Темплар А У Из Дарков Были Все Эти Архоны Вот Чем Печаль Еще Тут Шторм Блин Даже Я Не могу Забыть За Такой Призму Проигрывать В чем В чем Плюс Да Я Почему Скал Что Тогда Кул Сентр Смещается В чем Плюс Был Позиция Предыдущая Вот Здесь Сейчас Кул Ходит На этой Рампе Тут В тыл Мутка Тяжелее Намного Было Пролететь А Там Получается Нет Края Карты И С любой Стороны Она Могла Залететь В итоге Блайк Как раз И залетел И Убил Кул Короче Греапризму Пытается Кул Скупить Пару Сталкеров Точно Потеряет Нужно Аккуратнее Скупать Час Кул Так Адепты Иморплы Здесь Блайк Собирается Лезть Дальше Опять 180 130 Повторяне Первой Игры Да Кул Так Потихонечку Потихонечку Может Что-то Дай Марика Плетку Зашатал Кул На Четвертой Золото А не Спарил Золото Сейчас Может Быть Печальным Для Кул И Блайк Полный Свич Муд Пудел Так Даспар Спасибо За поддержку Тебе Спасибо Полин За Премиум Тоже Ребята Блоки Тоже Спасибо Озвучки Так И нет Совместные Стримы Крутки Озвучка Уже Есть Все Работает Нормально У меня Ни Хрена Надеюсь Надеюсь Пусть Марафона Продолжится Так Тем временем У Коу 2-1 Апгрейда Третий Делается В принципе В теории Если доживет То будет Возможно Шанс С 3-1 Технологиями Но Блайк Тоже Не дремлет У Блайк Уже Очень большой Стак Муталиска Он будет Контр Забегание Делать И при этом У него Еще Очень много Лимитов По земле Наземного И тяжело Будет Но проблема Коу Что ему Сейчас В атаку Надо идти Учитывая А даже Если он пойдет Мута Просто На мумику Сливает Просто Мута С невероятной Скоростью Выпилит И продакшн На гейтах И экономику Вообще У него Фактически Вот эта армия Больше не будет То есть Как бы Вы видите Лимиты Это К сожалению Для Коу 2-2 Но Градусно Накаляется Набирает Обороты Финал Все Блай Тут Блай Выигрывает По всем Фронтам И по земле И по воздуху И по карасу И все В такой игре У Блай Есть опыт Реально Он как бы Хорош В такой игре И тут Это неоспоримый Факт Просто Да Блай Молодчик Тут Но были Все шансы У Коу Это Четвертая Игровая Все Да Точно Жилая Станция Следующий Кар Создаю Да 2-2 У нас Счет Ребята 2-2 До Четырех Побед Best of 7 Блай Пишет Еще раз Заинвайте Так Создаю Игру Поехали Поехали так угодите кто-то там у нас вылетел да а Субтитры сделал DimaTorzok Все готовы, поехали, ребята. Небольшая фауза. Субтитры сделал DimaTorzok 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 да ребят так как раз погодить почему кого газ на втором них не строит а еще рано типа можно можно я думаю вот он должен добавлять газ если хочет собирать второй третий газ нужно добавлять так странно переводится ровно не знаю как в лотвин уход сия просто это же ход савская карта не волос к и нас туда вроде я ее дико не любил против зерга очень тяжело было как бы ну вот играть за всеми центры тому типа за золотые принт займешь третью проблема большие у кувара шесть лингов забегает к нему на моим тем временем пока он контролит своих двух хотят а вот здесь два дэп снизу стоят они позже забегания вышли что получается да проблемы огромные что за приколы здесь ничего не сделает тут почти теряет много всего чай ну парабам пока в плюсе но угла это золото у его спалил конечно но нужно как-то здесь разбираться пытаться на очень-очень неприятно блай тянет время своими четырьмя лингами до скорости старается выжить я тут поверчаж потому что нужно убивать газ во первых он и пригодится чуть позже во вторых и vision он дает тут на часть базы вот и штуку короче 5 адепт случае 4 адепта части не в центре гулять очень слинги подгрызут блин не двух адептами в плане контроля адептами процессом рекомендация нужно всегда быть внимательным против лингов в плане контроля то есть вот здесь бежало 8 лингов кажется 2 адепта да в плане скрыслия но смотри да сколько пять лингов как бы по пол хп снято то есть он мог бы минуснуть коу при этом всем как бы вместо пяти лингов продемажить два точно минуснуть и тогда бы у них дпс-то снижался и как бы нужно важно фокусить всегда одного как бы линга двумя адептами такой момент фокусировать максимальный дэмэж сделать вот опять блайк укус эти пилоны отменил извини что перевел линги а и снова дотекание большой очень лингов блайк когда увидел что тут золото быстрое на третьей базе про то сам просто зажал букву zz настроил очень много лингов еще продолжать за участку успел поставить грамотно адептов линги отдаются нужно выходить срочно пилоны там пилить потому что без пилонов цити как куру f1 баноч один поддержал ваш канал на сумму 50 рублей сообщает флэш просто сущий макро тиран спасибо фибоначчи спасибо витя вот но от предыдущего чела не озвучилась поддержка от тебя звучит что там какую-то иммуть попросил проверить как так ну ков держится все таки как бы ему тяжело не было он держится держится нравится шоу работающий и еще девять будет ближайшим 15 до смотри там угла и оверлорд и на майне и на натурале у протаса без скорости просто они висят себе всю игру все видит и поэтому естественно принимает скорее всего правильное решение продолжить пуш с ручками есть две газил очки газа точно хватит будет даже побольше у него минералов за много я вам тратит строить дотекание лингов весь газ будет сливаться в реведжерой и жесткий пуш да но проблема в том что не могут адепты физически хоть с глефами хоть блин у них плюс 2 бы было по они не могут ручей отбить вот как бы а тяжело в таких количествах но только когда их понятно больше намного они могут то есть им нужна какая-то огневая поддержка и морковь там я не знаю либо сталкеров хотя бы сталкеров с филдами тогда будет вариант а в таком раскладе 57 88 и кажется тут блай уже получит преимущество уже ну такое которое тяжелое огромное да он сейчас просто запилит все газилки блэйр четвертую базу и будет переходить шпиль там или федральис как что-нибудь закроет просто на двух базах сам будет иметь четыре базы и в принципе отлично хотя красиво еще фарболами попадают хотя хотя во второй игре тоже колода что колу там ничего не сделать он взял выходом грабли не станет блайн ну да ну бла я слишком много слишком много боу лимита угла видел как два раза два реведжера попали по мазар шип кору и убили мазар шип корр а ты старой а второй не заметил первую видео убил мазар шип кора нет ребят но это косяки кул на самом деле это да это и заслуга блайн но в первую очередь косяки проб потому что если он будет внимателен невозможно будет попасть фарболом по юни полетающим не успевает не успевает кулгар в этой игре забываем у него есть два адепта на третьей базе и дропчик сейчас он пошел контролить но уже поздновато адепты на муве на золоте отдаются вместо атаки и не доконтроливает переконтроливает блайн на мэй ничего такого шатая четырьмя адептами но не получается наша база атаковано появляется дарки с дарками он-то отобьется на самом в рабочих он спас жива вам более-менее ровно то есть как бы мы не добывается есть призма даже плохо как бы но все равно конечно бы преимущество ублая достаточно огромная но я тебе скажу так потихонечку потихонечку лимит уже смотрит 67 на 59 но единственное что ублая за очень большой запас по деньгам то есть это все потратит нормально адекватно отобьется от харасса у него будет все прекрасно как и был да уже три дарка щас отменит четвертую точно ай-яй призма нельзя в таких ситуациях критических так такие ошибки допускать с эти углая шпиль есть нет шпиля нет по можно отступить можно и нужно отступить дарками сейчас тут что они архончиками станут плотненькими перспективе да но потихонечку потихонечку время все равно наблая работает майн заканчивается у кого и по итогу он на пол у него полторы работающих базы всего лишь но технологии у него в принципе неплохие есть несколько имморталов есть возможность варпать дарков архонов превращать из дарков такой ситуация просто прикол что у не выйти в третий нексус то экономики недостаточно как бы слишком долгий будет разрыв получится что на его поставят инкам не увеличится и армия он не сможет пополнять быстро как голгла она будет значительно быстрее расти кого прекрасно понимает и нужно выходит растянулся как растянулся кой призма где-то пикпами где там ходит и зашел еще через полин чуть-чуть орден шил поздно общему их через сил ногу то не зайти чтобы тебя не окружить так было с разных сторон не понимаю у него тут все равно были на неплохие шансы если бы он более аккуратно да 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 в том-то и прикол в крайней мере с этой армии как без дотекания он должен исправить дотекания конечно у нас просто изничтожила но она бы не было таким жестким если бы лучше принял первый бой как бы не отдался так да ух ну блай вырывается вперед 3-2 при этом что блай 0-2 проигрывал он уже комбатчит 3-2 остается всего лишь одну карту выиграть блай он станет чемпионом старлайн лиги куда главное сейчас просто не нервничать на самом деле шестая карта эхо у нас карта эхо так угла я наверх секундочку я курю кое-что проверю может у меня микшер выключен на браузер я не знаю что я не слышу ни хрена да нет все в порядке так пацаны там последний вопрос там илья гг премиум активировал это озвучивалась вообще или нет у меня пчка как бы один озвучил стальные нет а мне говорят что все озвучивалась не знаю почему может у меня какие-то параметры выпущены вроде все не работает все все готовы ребят шестая игра карта эхо ну хорошие игры интересные особенно те которые козы тащил первые две я просто вообще в шоке от них ну и блай молодец проигрывал 2-0 уже 3-2 счет три игры подряд выиграл тоже были хорошие игры с прокси хатой на мэйне на дейкбрейке молодец два три эхо карта тоже на самом деле карта не лотовская ну вот и она совершенно другая я ее очень раньше тоже прям не любил против зергов помню еще играл на ней как бы раньше к 1 тренингся более-менее может не как воли ну хоть и тренингся вот и тут очень жесткие были броущий гидропуши то есть ты стоишь между как бы не нексусами этими верчаж тебе этот снег суса не может помочь и нужно было именно на филдах как бы на каких-то юнитах все вот здесь держать в этом про то же тут зато проход достаточно маленький там сколько раз два три филда перекрывал мне три-четыре точно внутри да они как бы все равно в крыльях там по одному юниту просачивалась блочит в этот раз колл своему оппоненту хату на второй базе видел то же что дрон снова поехал ему скорее всего блочит nexus и играет nexus 1 кол этот раз блайд все видит он было интересно пойдет да он уже изначально шел строить хату вторую хату до пола на два халявщика сошлись сошлись да сошлись то лбом лбами лбами так ну посмотрим кому это по итогу будет выгодно ну кстати ну ка уже видел что не вот этот раз он видишь не допускает никаких ошибок находит дрончика вся на мейне сам разведывает тоже оппонент и дед пул газа еще не видел догадывается что там тоже вторая хата до пола сейчас уже сто процентов знает об этом шел второй барак плюс кибернет второй барак чуть попозже нужно было его вроде бы пораньше строить чтоб тайминг был хороший вот это расценка хорошее тоже вончик 2 гейта стандартно пока что стандартно да так то есть а все полный эксус 1 я все пропустил короче пока там писал скайпе все ладно не будем отвлекаться потому что игра может последний стать этот ребят это мачпоин для блая если же ку возьмет то у нас будет самое ну босс 7 всегда прекрасно когда 7 игр в нем сыграно вот конечно они разные бывают но здесь игры были очень крутые для финала ну да и в принципе они были крутые для финала не для финала неважно как да вот поэтому посмотрим игры очень прикольные так блай заказывает ну вот видно мне кажется что блайн не играет по этому билду очень часто он как бы не оптимизированный заказывает сразу три королевы потом два оверлорда вместо одного и чтоб попозже там заказать ну вот я просто этот билд ордер намного чаще играю поэтому могу с уверенностью сказать что он не оптимизирован как минимум у меня сейчас будет три королевы и много личинок и он не сможет не будет у него денег просто даже потратить их оверчарж минус все линги то есть он увидел старгейт крип какой-то королевы пилить вместо личинок а он там так и сделал крип запилил но это грамотно возможно я был не прав по поводу неопытности с этим билдом блая он по своему просто его отыграет так много лингов в заказе много лингов в заказе он будет пытаться типа отменить третью базу снова и возможно даже это получится здесь оракул ну блин оракула пока еще нету в этот раз адепты правда стоят между пионами уже как бы то есть здесь важно блин утку ошибается у него один буст не в не в варпе это очень важный момент потому что до варпа еще целых 30 секунд с лишним то есть блай будет давить и давить если этот нексус упадет для кого это катастрофа на самом деле будет ну блай посмотри а чё у него с мум то я только сейчас обратил внимание ёба у него линги то без мула вся очень ну очень поздний на му а как он то а нужно просто не му ли он или грызть будет сейчас что ли или что он собирается блай делать вообще да блай наверно сам не знает что он делает если честно а мазер корги вообще он просто вообще заказал как бы я не знаю он заказал скорость оверлордом до мува лингом вот такой момент тоже ему странно что он заказал сейчас лингов на масел и стоит понимает что без мува врываться это вообще как бы фейл так кул решил потратить сувер чаш на лор на овера еще грелка одного выпиливает а вайлайт на амэне есть плит бикон то есть это карьеры получать так забегает линги оракул здесь рядом оракул поможет отбиваться кул очень хорошо 50 энергии пока нет но адептики здесь есть все нормально грелка прилетает нет здесь кул убивает это намного эффективен нежели прошлые разы намного эффективнее и блай здесь потерпел на самом деле очень не слабо по рабочим у него минус 8 но он сейчас достраивает 13 рабочих и вы вырывается немножко даже ну не немножко на одного рабочего всего лишь вообще еле еле впереди то есть по факту экономика в принципе одинаковая так как зергу приходится стратить дронов на на все здания на газилки на весь продакшн снова зерк в минус 5 рабочих да да то есть я вот единственное понимаю то есть флит бикон под свитч карьеров уже получается как бы что ли ну скорее всего да но получается что да я не знаю да вот карьеров первые но как то вот я не знаю а ну хотя глефы будут но обычно я замечал что тут же ниб он как-то сначала третью раз к счету побольше земли все таки делает он пролетел все увидел извини что это перебил да 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 все правильно что перебил потому что это важный момент потому что что сейчас блай будет сразу шпиль ответочку да это я даже знаю что это будет это будет тайминговый вылет караптерами где-то штуками десяти плюс скорее всего вот то есть и причем это там тонкий момент то есть если проц бы это понимал он бы сделал бы просто плюс парочку грелок еще и там с увер чажами выпилил бы всех караптер бы нафиг как бы но смотри ну тут какое забегание да 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 блай не готов блай не готов вообще не готов у него вообще против адептов с глефами ничего нету еще два оракла здесь можно спорку убить тоже королева падает спорка падает телепортируется на 4 базу адепты и сам ушел главное короче ораклы закончилась энергия хорошая позиция все таки для адептов и тут очень и очень все нехорошо складывается для не телепортируется зачем зачем телепортируется то между газом и минералами вот так вот сразу надо было я просто не понял я просто наваливают да 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 я просто не понял зачем Коу вообще уходил в предыдущий раз отсюда ничего ж не было как бы на 4 базу где вообще нету ни рабов ни юнитов ничего он кого-то не знал конечно но можно было предположить что навряд ли четвертую там сильно раскачен лучше бы третью блочил тем более зная блая а как бы блай он ну он вообще четвертую как бы в редких играх раскачивает видно что не но в таких ситуациях он бы быстро раскачал да 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 карьеры не но просто дрон тоже дроном ушли так получилось что он развел что карьеры он начал думать как контрить карьеры а тут бах пришлось 7 адептов с глефом с апгрейдом ну Коу был прав что именно так пришел и вот оракул сейчас еще 8 дронов выпиливают хорош Коу 71-62 парабампа лимит 119-9 не но это хороший лимит именно для того чтобы можно было бы предположить что свитч карьеров будет по крайней мере не победным но по крайней мере Коу сможет из них выйти а вот что дальше блай сделает уже вопрос так мазер шип купили где вот на третьей базы я вижу так а где третий а вон третий старгейд хитро ну Коугар понимает что у него большое преимущество и поэтому он хочет закрепиться именно на этих трех базов добавляет очень много фотонок по всем направлениях тупо по периметру я бы сказал прям как в брудваре мы играли на биггеймхантерсе тогда то давно да я уже об этом на каком то ну говорил теме что так карьеров сейчас и выходит чем похоже понятно что как бы более скиллово но это получается да вот этот новый патч то есть как бы минералы для того чтобы стационарки больше запилить все вот этой фотонок там и так далее вот эти правда правда карьера вообще как бы раскрепощает получается пропасть плюс как бы карьеров то есть раньше как получается вылетел туда там пусть мухи регенятся но там минералы проседали нормально реально как бы а здесь можно трех баз долго сидеть потому что знаешь что у тебя будут мухи у карьеров а раньше без четвертой вообще ну как бы не ходят будет вот это вот просто вот это на самом деле непрофессионально от блая что протас просто выходит тупо без прикрытия из боевых юнитов и вот только оверсир прилетел блая все веришь прям прочувствовал без разветки пришел да направлено и шел сюда не ну нужно понимать что протас будет искать возможность выхода на следующую базу но дать ее на халяву запилить как бы то есть ее надо пресекать зародыша на самом деле вот в этом раскладе вторая атака у кого делается у блая восемь караптеров шесть уже есть но но тут уже у грелок будет плюс два скоро как бы и реально караптеров даже кареры будут разваливать очень жестко да с такими амгрейдами уж точно ну блая что достаточно поздний хайл этот хайл 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 получается у него будет и гидралиски и караптеры ох я не знаю тяжело будет да пробивает камни но здесь фотонок больше чем гидры по моему стоит но он видит все фотонки я там даже не знаю есть не смысл вообще пробивать да но он просто готовит почву видимо под будущие забегания какие то я не знаю о забегания да хорошо хорошо отвлек так рабов пробовать надо спасать адепт телепортируется но так дитарагу прилетел божок мыши вообще к этому миксу как бы я давно я то как бы понятно что не играю в турнире просто в арматку я любил последнее время поиграть что то весело да как бы там на 5600 5700 ммр разваливал нормальных таких зергов более-менее ну и нужно строить конечно обсервер рассчитаю я к этому миксу робо оно не слишком дорогое потому что крипа ну вот когда много крипа у зерга он все видит как бы есть вероятность что на халяву вайпером те там мазершип вытянет как бы нужно быть предельно внимательным то есть всегда его сзади держать а если есть опсу то если где-то летаешь то ты всегда крип выбиваешь на самом деле ревелейшн у кого есть как бы с другой стороны если самому контр ревелейшн кидать на юнитов зерга да тут тоже все видеть будешь странно что армада тут такая серьезная армада серьезная и ее подкрепляет всю ее серьезность четвертый нексус то есть экономика сверхсерьезная просто углая вторая атака кул а косяк у большого куша у нас становился сейчас продакция не грейдов очень сильно нужно все равно делать плюс 3 да да плюс 3 второго шторм одного двух штормков блайд слил но один шторм жесткий получил караптеры так вместе с вайперами вот мазершип вытянут но караптеры зафетбечены кареров много здесь остается зеленка накинута все равно кареры хоть жирные но сплетить их надо смотри зеленка там сплэшом нанесла нормально да сплэш серьезный 60 дэмэджа по всем карерам залетело самое главное что мушки не умерли мушки не умерли и главное что вайперов коу забрил кроме одного всех то есть если было бы здесь 3-4 зеленки кареры могли бы уже быть красными все просто так караптеры летят вперед и кареров то не так много у кого разверни что он делает то он просто тупо убегает отсюда но сейчас уже поздно куда ты в бой принимает архон здесь помогает карераптер так сколько караптеров блай выгодно очень разменялся это такая очень грубая ошибка только что но в итоге блайд слил всех караптеров все равно и это произошло за счет чего за счет того что у кого преимущество да смотри сколько гидрали скач с левой стороны да гидрали очень много идет но шторм пошел от кул второй ну хватит ли этих тупо штормов парочки вылетает карер и до варп адепт спасает ситуацию сейчас для хоу какое же напряжение да вообще здесь просто идет вообще жесть да тут думаю я думал что уже все вроде гг только что было столько гидрали ска тут сторм до варп кареры вылетели все смотришь уже гидрали ски убегают протекание лингов сейчас смотришь уже протас будет разворачиваться выбегать да 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 в кого не надо гоняться так жестко шкрип рядом есть где то там караптеры на карте летают как бы ему самое главное что он выжил и некоторый определенный стэк карер все таки остался как бы каждая ошибка блайя вот сейчас минус два караптера например подлетел такие тоже ошибки не нужны блайя совсем ну да блайя пытается как бы рабочих у блайя достаточно всего достаточно вот у блайя тоже как вот у протаса грейды например на землю одна атака если бы блайя именно был жестким прям жирным макро зергом как смуткой или какой-нибудь я не знаю кого в пример сейчас поставить на данный момент в лотве вот и он бы делал масс грейды чтоб у него было там вообще там там 3-3 на землю я не знаю там на воздух там уже ну ладно два армора на воздух это еще нормально на данной стадии как бы даже сказал неплохо учитывая что у две атаки он бы землей бы жестче бы давил бы просто так прилетает разводить хорошо опять вайперы прилетели линам линги всего лишь с одним армором но с адреналином они все равно тут наваливают так прикинь это вот разводка туда на вторую на третью линги на таких стадиях напрягает жестко конечно так пошел замес штормы в характеров жесткие архоны их сплэшем провожают сразу власть кул сливает из шермовиков которые выкинули шторм архончиков 2 штучки и 5 не кстати занял кул будет вперед вот опс добавил кул кстати молодец а потом нужно как бы очищение идет от зерновского крипа да странно что мазершип не пытается восстановить блин просто если еще сейчас кул игры это седьмая игра это давно таких финалов не было прикольных абсолютно как бы такой равнутость красота вообще игры просто хорошие такие добротные ну блай собирается бой бла не намного меньше боевого лимита но тут чтобы победить по качеству да по качеству то чтобы победить вот эту армаду нужно больше реально лимит причем у кул грейды и 3 атаки как бы то есть это для воздуха жест плюс шторм есть как бы а это уже совсем жестко то есть он не только гидру развалит караптеров стеки тоже от шторма терпит жестко очень архоны тоже по стеку караптеров да 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 только одна ошибка вот такой вот стек как сейчас скопил блайк туда просто вот один залп от трех архонов и они уже красные все караптеры что-то расплетился да штормы куда штормы отдельно пошли поувидят вообще что происходит нет два шторма успел выкинуть но хоть дэмэджа нанес гидре придется порегениться немножечко есть еще три штормовика но это косяк был конечно кул жесткий ну 190 лимит они зачем медлят сейчас пятый нексус взял нужно идти вперед просто и ну так на верочку знаешь медленно но уверенно ну да да чистит скрип пятую базу взял фотонок добавил можно потихонечку вот выходит уже уверенно в центр принимает бой двести лимитов в данной ситуации для фроца это верная политика вот в этой в такой игре да продолжал делать апгрейды в принципе неплохие три атаки самое главное есть на землю плюс один кто-то неплохо теперь блая придется драться потому что приходит уже тут ну не последняя конечно добывающая база но а вот кул как хорошо то заходит прям сюда да в узкие проходы да да что зергу зерга сюда не может принять тут бой никак не может принять но вот я как раз хотел об этом сейчас сказать без мазеркора то есть как бы лучше заставить зерга драться знаете блай пошел в размен а размен коу здесь не очень то и нужен на самом деле с блаем зачем ему разменку это шанс для блая как бы он в лоб то коу убивается хотя здесь потом у куверчарли столько что судя по всему стоит зерга даже да 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 и тут два кайлера улетает дальше на пятую коу пойдет уже вторую выносить судя по всему да идет вторую выносить ресурсов много достаточно ну кстати да у коу везде много фотонов в принципе тоже разминка блайдис теряет тоже выгодно да да теряет на штормах на фотонках получается что сам он просто убивает блаю здания не давая шанс сделать ничего абсолютно да сблай одну базу а коу три за это время убивает так заблайм сумасшедшие у карьеров заблайм выехали милиция коу выехал заблайм легалки на улице какие то так наламывается блайна последнюю пятую а здесь еще и три карьера с потомками даже не может выбить эту базу но это аннигиляция с потери двадцать тысяч по итогу в концу игру двадцать четыреста на тридцать пять двести то есть как бы на пятнадцать а больше это целая база как бы просто ну да ну видишь бла не знает как бороться с карьерами надо ему подсказать я что знаю браток меня научил ну вообще гидралиски это вообще провал я считаю в таких ситуациях нужно нужно вайпера рапторы и по земле ультралиски с хорошими апгрейдами последний бой принимает блай понимает что все очень плохо хорошие штормы от коу смотри блай кстати залетел крит свои характеры коу штормит коу брошает на пофиг штормы прямо на своих же карьеров ну блай недостаточные после этого замеса потери уже двадцать это разница как бы то есть а печаль то есть просто у нас это супер у нас ждет 3-3 и будет финальная игра да главное чтобы коу был внимателен и блай может и сгрызалить и сделать на самом деле реально в последней игре это ну зная блая это так что у нас последнее это получается google так чаще чаще так так кто-то не жмет готовность я нажал вроде как мне пишет waiting for party 4 из 5 кто-то там один нажал блай не нажал решил отдохнуть немножечко после камерах видимо так он готов ворвется в бой поехали все готовы все шустро оперативно без задержек и третье место и финал супер и карта такая овергроус чаще одна из самых популярных раньше тоже была карта она прикольная достаточно балансная такая карта да и 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 бьется будет интересно так тем временем все то же самое первая пробка приезжают видит хату первую при этом она пробка тоже видела дрончика центре карте но нету нексуса первого год пошел стандартный гейт газ будет нексус чуть-чуть попозже и дрон будет мешать ставить нексуса мы помним что на habitation station блай очень плотно помешал как раз таки поставки нексусом надо пробок выводить пилить понимает 6 пробочек при этом всем у блая вторая хата до газа они но это она и была но сейчас вопрос будет или снова хата до газа на третьей базе или же просто пул скорее всего и строится газ и будет пул тем временем пилит пилит кугу архату хочет все-таки нексус тут поставить пошел да алекс пен пишем и я видел игры где большее число батонов отбирала только вайтерами и гидрой ну куда тут каким-то старлайну с сам финалистом за что там за игры видео обстоятельств может много разных быть например hydra 33 против корреров 00 надо там и без вайперов вообще-то разберется все просто в легкую процентов white облочит как долго на еще еще раз хочет поставить эту хату какие у них тут микро баталии рабочими правда блай законтролился 750 денег блайн нету королев нету заказа молодец конечно что ты контролишь этим дронам но так втыкать нельзя на поймут очень жестко практикал в итоге не заказывают угла это 2д вперед поперли то есть так только линги их встретит без кора они короли ну там они почти выходи будет спасибо фастронте за 222 поддержку что блин че у меня с браузер почему у меня ни хрена не работает я вас не понимаю половину линга контр-атаку половина линга в дома было и думал золото занят потом передумал занял стандарт занимает стандартную третью базу видит два адепта два адепта могли убить одного дрона не убивают не до контролирует ку тоже боится телепортироваться на майн и возвращается будет скаутить третью базу пускает тени дома тем временем зелот на точку сбора побежал не с того барака какой косяк от кагуара перепутал точку сбора бараком и 3-4 линга забегают на мейлот который должен именно его цель я так понимаю было чтобы подблочить рампа у не рампа а проход этот мир селоном гейтом он побежал вперед и линги просто на халяву грызут вообще все такие ошибки досадные правда пока ничего не сгрыз но тут тупо рабочие как бы не добывают это уже плохо да не добывают рабочие это очень важно для блаи и адепты вынуждены возвращаться просто сейчас так линги на аму и в итоге и минус 2 рабочих может даже и больше скорее не хотя нет два рабочих теряет ублая уже больше лимита как бы то есть нужно опять же на халяву что у меня зачастую подбешивают вроде все нормально прибежал блай ворвался как вот бла им нужно всегда отыгрывать очень внимательно помню с волом воли как бы очень много с ним играл и у меня первое правило было как он не уверен с блаем поставь бе потом пофиг как вот по мечу титан говорил мне кажется такое тоже вместе туда в роксах когда были это да есть такое правило против блая нужно перестраховываться именно с ним ну что поделать блай нашел дырку забежал пробежал нанес много ущерба урона и уже было себя прекрасно чувствует 35 30 по рабочих третья база уже стоит у блая есть три королевы до заказ дронов рауч варен все контролирует отлично пока что блайн видеть у кого хара с архонами будет тоже вопрос как сработает каждый 10 но блайд же все видит блая уже заказаны драучи харась от линги дальше где гейтвей и так неприятно приходится тратить делал наверчардж реагирует во время блая теряет всего лишь линга молодец спорки спорка на мэйне спорка на натурале спорка на третьей базе везде спорки хотя за раны немножко все сделал но ничего страшного это так чтобы наверняка лимита у него очень большой запас то есть перезаказал оверлордов 68 106 видит все прекрасно блай где варпаются дарки где да на здесь версии будут уже как бы и самое главное что есть ручьи которые будут это все защищать королева отгоняет призму ну было все неплохо пока что третьей базы до сих пор нет укол заблай понимает что можно оверлордом подгадить на третьей базе летит он летит он летит он медленно очень медленно но но определенно не бесцельно вот вот пошел уж нет ну не это точно не будет последнее время полюбившимся процессом бил полюбившийся процессом билка архонами харасит и блин к сушам потом переходит да как бы а то что то это аграция до детства полюризировал этот билд поставил моду но и билд реально прикольно но кого не будет именно так делать облай обрати внимание он же как бы как раз готовился такое ощущение кому-то выходу сейчас то есть он именно ручьи мастит на слабой экономики пробов то одинаково вообще как слабая у него экономика все равно лучше у него три базы добываю то есть мир и да но рабов то одинаково практически если куча с каким-то чудом примет этот выход а выход будет принять тяжеловато конечно ему то у него все будет нормально так листу марку подрезаем можно на третью базу полетел бы кстати не знает что здесь и нет но он догадывается вот линк побежал он понял что что-то не то что-то вот но обязательно она не получится ли без архонов как будто это все отбить просто еще тоже если была резко ломанес например вперед часть ручи здесь оставят а вот это вопрос очень хороший и очень важный для кого тут может решиться вообще чемпион видит власть что вот это зла идет да надо отводить мазеркор филды есть два и морфла здесь есть куда ты какие-то марку чуку утворить то считаем бар какие-то поперли почему не увер чаш так пошел контроль архонами сделки очень быстро упали очень сумбурно по принял этот бой очень сумбурно на фаербол убили буксин 3 лай понял что хол просто улетает призмы f2 зажал весь оборонительный юнита всех оборонительных привел сюда это 3-4 лай ребята здесь уже пол ничего не будет так не делать 66 очень много благоев красиво отыграл эту игру прохарасил линга не разведал стратегию когуара отбился и пошел сразу в контратаку как увидел третью базу на этом агрессивном месте еще тоже не забываю то есть тут бежать было очень близко блайн причем как бы хочу сказать одну да блай умеет все это делать но здесь все было в руках пол то есть он зачем он принял бой что его смотивировало ставить этот тайм вар вообще странный как бы застой энергии который то есть это просто это просто два оверчаржа на эти два пилона ну пусть блайк то есть блайк пришел сюда тку выстрел оверчарж поломился например на вторую но время-то как бы идет на акул то есть тут и морк выстроиться там зелков варпит он много плюс уверчарж можно и на вторую поставить он сейчас поспешил принять бой и платился за это реально и цена очень-очень велика это чемпионство starline лиги white david а не будет отпускать уже эту игру я так понимаю четыре базы две базы тотальные дамы доминирование в этой игре злая да да он в лоб убьет вопрос времени а там тем более чат-чат зелоты зелоты против таких количествах ручей вообще ничего не могут делать печально наверно проигрывать такие игры такие матчи да но сражался кол просто замечательно надо отдать ему должное сражается и дальше сражается но будет хорошая микро показывает варпризма и морталами морд 3 мортала настреливают так же плотно то они пока держатся но вот один косяк и морд вышел вперед падает он сразу там два не дерутся то есть если продолжал кого идеально драться в этой но он дрался не идеально приходится ему срывать тут уже и рабочих последний иммортал последний товар 5 сталкеров они сразу же в принципе погибают от залпов ручей реведжеров и все еще иммортала придется спасти но не спасает экономику нету добычи питает лимит протаса и приходится ему писать гг и чемпионом становится блайк старлайн да да ребята чемпионом становится блайк у поздравляем со вторым местом ну реально молодец он очень круто отыграл многие не ожидали от него такой игры гудгейм лежит f5 не жмите поэтому ребята как стоп старт сделать таких обстоятельствах когда гудгейм лежит вопрос хороший как-то надо делать сейчас будет в 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 Так, ребят. Ну что, Дим, ты пойдёшь ладер играть или как? Не, я, наверное, вообще пойду отдыхать, кушать и спать, наверное. Я на сегодня всё, всё-таки 10 часов 15 минут стрима уже. Ну да, это много реально. Я сегодня с утра встаначил. А, ты с утра, да, да, я видел ты с утра там вообще. Да, я играл один на один там где-то около пяти часов, потом мы играли 3 на 3 и Starline такая вот сегодня программа у меня была. Уже завтра там, наверное, поиграем. А завтра, кстати, турнир 2 на 2. Приходите, регистрируйтесь, ребята, на Гудгейме. Будем играть. Я постараюсь постримить, не знаю, правда, что завтра будет. Может быть, завтра буду заняты ещё, но скорее всего нет. Спасибо тебе, Дима, в общем-то, за компанию. Было круто. Взаимно. Взаимно. Что-нибудь закомментим в любом случае. Конечно. Спасибо тебе. Всё, пока. Всё, давай, счастливенько. Пока, 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 ребята. Так, всё, прощаюсь с Димой. Я надеюсь, что ГГ скоро поднимется. Нет, пока не хочет он упорно подниматься. Всё, всё, прощаюсь с Димой. Так, ребят, секундочку. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok